Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я приветствую вас из столицы Казахстана, города Нур-Султан. Меня зовут Армия Штурмагамбетова. Это информация для тех, кто вчера, возможно, по какой-либо причине был поздно подключен к нам, либо пропустил наш вчерашний вебинар. Сегодня я и моя коллега Айгерим Бекоева, который сейчас находится в городе Бишкек, проведём второй день вебинара по креативным методам обучения. Напоминаю о том, что мы говорили вчера. Вчера мы практически весь вебинар посвятили больше теоретическому аспекту методов преподавания, больше фокусировались на таких вопросах, как теория обучения, как форматы обучения. Мы говорили о дидактической структуре КАКТЛЭ, которые мы рекомендуем к тому, чтобы вы могли применять как один из вариантов преподавания в ваших университетах, колледжах и школах даже. Сегодня, как мы и обещали, мы перейдём к самим методам обучения, к тем форматам, которые можно применять в различных классах, как малых, так и больших классах, как возможно сделать эффективным, более эффективным обучение, какие методы из них применимы в каких классах. Ну и ещё один момент, на котором мы сегодня остановимся, также это будет, наверное, актуальное на сегодняшний день, использование цифровых технологий в обучающем процессе. Так, нужны наши слайды. Сегодня второй наш вебинар будет охватывать вопросы. Первый вопрос это у нас будет касаться смешанного обучения. Все мы знаем, что концепция смешанного обучения приобрела популярность за последние несколько лет. И её преимущества на сегодняшний день высоко оценивают как профессионалы электронного обучения, так и сами обучающиеся. И в сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим, что такое смешанное обучение и выделим некоторые преимущества, которые она предполагает при её проведении. То есть мы говорим здесь о помощи, которая может смешанное обучение оказать как преподавателю, так ученику. Ещё мы остановимся также на методах обучения. Мы рассмотрим все форматы и методы обучения. И более подробно мы расскажем вам о цифровых технологиях. Ну вот что касается всех вопросов, которые мы сегодня с вами должны рассмотреть. И забегая, наверное, вперёд, я хочу сказать, что, к сожалению, в двухчасовом блоке вебинара прям вот всё рассказать о том, что мы хотели бы дать даже по методам обучения, этого недостаточно. Ну поэтому у нас с Айгерем есть такие планы, что мы будем организовывать ещё какие-то форматы обучения, которые будут, наверное, сегодня наиболее востребованы. Это дистанционный формат обучения, как его делать. Почему я вам скажу? Мы решили это сделать, потому что мы сами прошли обучение в университете Ла-Каруна, который фокусируется, и вообще основная его деятельность – это дистанционное обучение студентов. И там мы проходили всё, начиная от работы с платформой, какие платформы использовать, как подготавливать различные задания, как общаться и как получать фидбэки от студентов, каким образом можно работать в чатах, дискуссии устраивать и всё такое. Но я думаю, что это очень интересный такой материал, который сегодня не будет пишем никому. Ну и ещё там есть масса таких вопросов, которые мы хотели бы передать вам, но мы будем рассматривать в ближайшем будущем эти планы и оповещать всех наших участников и приглашать на следующие наши вебинары. Так, ну что, начнём тогда, да? Дальше. Сейчас по смешанному формату обучения. Вот здесь вот я вот уже остановила, что такое смешанное обучение, какие методы сделать преподавание креативным. Мы здесь расскажем о мезомакро- и микроформатах обучения и цифровизации. Сейчас, Айгерим, вы готовы? Да, да, да. Расскажет Айгерим вам о смешанной форме обучения, наиболее, наверное, сейчас востребованный формат. Вот, и потом мы дальше пойдём уже по плану. Хорошо, спасибо. Спасибо, Армеш. Всех приветствую сегодня. Сегодняшняя тема будет очень интересная. И один из первых тем, которые мы хотели бы, так скажем, предисловие сделать на второй день, это именно смешанное обучение. Существуют, конечно, различные интерпретации данного понятия и как она из себя представляет. И если брать новое понятие, то оно представляет собой рациональное, скажем, сочетание традиционного форма обучения и онлайн обучения. И если брать смешанное обучение, то есть существует шесть моделей, которые используются в зарубежных вузах, и сейчас вообще смешанное обучение, скажем, рекомендуется использовать везде. И если брать смешанное обучение, то в шести моделях, то есть различных есть модели, один из первых – это вот именно face-to-face learning, то есть это лицом к лицу, но при этом так же вы используете онлайн-платформу. Зачастую это традиционное форма обучения плюс, допустим, моду. Если брать второй модель, так скажем, смешанного обучения, это именно ротационная модель, то есть где вы чередуете традиционную форму обучения с онлайн-обучением. Есть self-blended learning, это вот более популярное, допустим, в Великобритании, когда студент сам выбирает, как сочетать традиционную форму обучения и онлайн-обучение. Есть также модель, называется flex model, то есть гибкая модель. Она, опять же, больше процентов, если брать, так скажем, где-то 70% – это онлайн-обучение, и 30% – это традиционная форма обучения. Если брать теперь две модели, которые еще дополнительно идут, это онлайн-лэб и онлайн-драйвер-модел, то есть в этих двух моделях в основном 90% – это онлайн-обучение, и 10% – это традиционная форма обучения. Если же брать коллективным образом в проекте как-то, к какой модели мы пришли смешанного обучения, то она выглядит следующим образом. Это именно inversed classroom, перевернутый класс, face-to-face learning, обучение в классе и дистанционное обучение. Если брать весь вчерашний наш тренинг, который мы с вами, скажем, да, с Армиаш попытались вам объяснить очень вкратце за два часа все, что мы проходили за три года, да, именно по блокам разделения оно в основном осуществляется вот именно в обучении в классе. То есть то, что мы вчера говорили, то, что должно быть вступление, должна часть идти информацией, потом идет часть задания и дальше заключение и фидбэк. То есть это все вот именно по блокам должно быть разделено и все мы предотвращиваем свое внимание в обучении в классе. Если же брать перевернутый класс, да, как он должен идти, то есть перевернутый класс, как раз вот вчера мы говорили, что в обучении в классе, да, пожалуйста, выключите микророны, пожалуйста. Ильяс, можете вы выкручить? А если брать перевернутый класс, то в основном, так скажем, та информация, которую вы не смогли дать или вы не сможете, то есть по времени, то есть вы скоординировали по времени, вы составили план занятия, и вы думаете, что в части информации, то есть мы вчера говорили, что она более сокращена, нежели задание, то есть вы не успеете рассказать эту часть, вот как раз-таки вы ее даете в перевернутом классе. Что означает перевернутый класс? То есть вы заранее высылаете материал своим студентам. Зачастую заранее высылать студентам – это не самая сложная часть. Самая сложная часть – это именно проанализировать, так скажем, да, и подготовить эту информацию для хорошего освоения вашими студентами. В основном все, что вы высылаете заранее, должно быть очень легким. То есть зачастую, то есть сейчас даже, да, вот как раз столкнувшись с этой проблемой, многие говорили, то есть мои же коллеги, или вот я замечаю у преподавателей своих братишек и сестренок, то есть они высылают целую книгу на Moodle или на другие платформы, и чтобы они прочитали. То есть это, соответственно, студент, если вы высылаете целую книгу, он ее не откроет и не прочитает, если вы даже укажете страницы или курс лекций вот высылает. Это вот неправильно, если брать модель, которая дается нашим зарубежным партнерами, то есть вы должны подготовить материал. Материал вы готовите зачастую, то есть это состоит из нескольких этапов, то есть этапы это имеется в виду, вы готовите презентацию. Презентация должна быть с наименьшим, опять же, да, текстовым содержанием, наибольшие – это вот именно какие-то графические схемы, то есть мы про это вчера говорили. Вы включаете также ссылки на видео, различные видео, которые также объясняют эту тему. Видео должны быть не больше 5-6 минут зачастую, или если вы высылаете, допустим, более длинное какое-то видео, то вы прописываете, то есть в этом, допустим, в инструкции, да, дополнительная, которую вы высылаете, пишите, то есть с такой минуты, по такой-то минуты, допустим, да, уделите большое внимание, пометьте, пожалуйста, какие-то такие-то мелкие детали, то есть на что должны фокусироваться ваши студенты в этом видео. Также высылаются зачастую именно статьи, какие-либо научные статьи, или статьи именно исследовательские, да. Правда, вы должны, конечно, знать, к какому курсу вы это отправляете. Если это первый, второй, и вы отправите какую-то научно-исследовательскую статью, то, соответственно, ваши студенты первого, второго курса, они её не смогут освоить. То есть для них это будет тяжело. Если же брать студентов третьего, четвёртого курса, то есть они уже специальные дисциплины проходят, поэтому им вы можете отправить статьи, но, опять же, эти статьи должны быть легко усваиваемы. То есть студент сам самостоятельно прочитал и сможет это понять. Обычно высылается материал, желательно за две недели до вашего семинарского или до вашей лекции, то есть до того, как они должны это покрыть. Как сделать так, чтобы они это теперь покрыли, весь этот материал, который вы отправили? То есть вы даёте задания, которые есть у вас теперь в обучении в классе, вот здесь, face-to-face. Обязательно должно быть скреплено, так скажем, с тем материалом, который вы высылаете здесь. В части информации в основном вы даёте ту информацию, которую они сами, допустим, понять и освоить не смогут. То есть ту сложную, так скажем, часть всей этой информации вы даёте именно face-to-face, то есть лицом к лицу. А всё остальное, допустим, это именно какие-то теории, связанные с этим топиком или темой, или какие-то, допустим, истории этой дисциплины или истории вот какого-то топика и так далее. То есть это студенты сами могут покрыть и сами прочитать. Поэтому всё это высылайте заранее вот именно вашим студентам в перевёрнутом классе. И задание, которое вы делаете в обучении в классе, то есть обязательно должно быть на покрытие всех тем, которые вы даёте и в части информации, и в части перевёрнутого класса. За обучением в классе теперь идёт дистанционное обучение. Что же означает вот эта часть? То есть часть дистанционного обучения, опять же, вы высылаете вашим студентам подкрепляющие материалы по сегодняшнему топику. Вы в заключении, допустим, поняли, что студенты какие-то детали не очень хорошо освоили. Соответственно, именно на эти подтемы вы высылаете дополнительный какой-то материал. Зачастую, правда, вот именно часть дистанционного должна быть самая лёгкая, более интерактивная и более, так скажем, интересная для студентов. То есть зачастую, допустим, если брать мои курсы, я преподаю supply chain management, это логистика, то я высылаю студентам, то есть какие-то художественные фильмы или фильмы про какие-то организации, предприятия. И, правда, опять же, отмечаю, с какой минуты по какой минуту они должны более внимательно смотреть. А в дистанционной части также материал должен быть, если именно это статьи какие-то, допустим, какие-то новости, то опять же вы высылаете и опять же в инструкции прописываете, на что они должны больше внимания, так скажем, и фокусироваться именно на какие-то подпункты в этой части. Применение, так скажем, всего, так скажем, смешанного обучения всех трёх элементов — это обязательно. То есть вы должны обязательно все три элемента использовать. Если вы используете все три элемента, соответственно, ваши занятия будут наиболее интересными. А как вот сделать так, чтобы они ещё вот это покрыли, мы будем далее об этом говорить. Дальше мы будем рассказывать про методы. Армияш, вам слова. Спасибо, Египет. Значит, мы сейчас с вами поговорим о методах обучения, которые применяются в классе. Но нужно отметить, что за столетия было разработано, модифицировано и комбинировано большое количество различных методов обучения. И методы обучения — это как таковые общие принципы педагогической и управленческой стратегии, которые мы с вами используем в наших классах. От чего зависит выбор метода обучения для нас с вами? В первую очередь, это какая у нас с вами личная собственная философия образования. От того, какова ситуация или демографическая характеристика в классе, мы говорим. Мы говорим о предметных областях и даже о миссии обучения, которые вы несёте в класс, когда преподаете. Обычно используемые методы включают участие, как демонстрация, например. Это может быть чтение, это может быть запоминание или их комбинация всех этих методов. Но выбор метода обучения, который будет использоваться, во многом зависит от информации и навыков, которые преподаются, а также зависит от такого фактора, как способность и энтузиазм ваших обучающихся, то есть ваших учащихся, мы говорим. Метод обучения — это также ещё формат, где вы можете оказывать межличностное влияние на ваших обучающихся. И он направлен на то, чтобы стимулировать обучение и развивать ученика различными способами. Это то, о чём мы вчера с вами говорили, когда мы останавливались на таких моментах, что в классе мы не видим никогда одного единого состава наших обучающихся. То есть есть по характеру, по усваиваемости, по восприятию совершенно разные обучающиеся в одном классе. Поэтому есть ещё студенты очень активные. Есть студенты, которые чувствуют себя свободно в любой аудитории, большой или малой. Есть студенты, которые излишне стеснительные, закомплексованные, не умеют общаться, не умеют выступать. То есть здесь мы говорим о том, что когда мы с вами проходим вот этот этап подготовки к занятию, мы как раз-таки при подготовке по структурным частям нашего урока должны выбрать правильный метод обучения. Вот как классифицируются методы? Вот на схемке вы видите, да, классификация методов. Это макрометоды. Здесь мы позже сейчас, я ещё расскажу об этом. Это различные фокусы преподавания. То есть я думаю, в большинстве из наших университетов сегодня популярно и до сих пор используется метод, когда мы используем учителя центрированное обучение, когда фокус делается в основном на самого преподавателя. Но существуют ещё также другие форматы, когда мы можем концентрировать процесс обучения на обучающемся и на самом контенте. Мезометоды – это комплексные методы. Собственно говоря, они включают в себя такие форматы, как индивидуальные, парные, групповые формы обучения, которые вы можете выбрать для вашего урока, для вашего занятия в любом формате. Лекция – это или практическое занятие и так далее. И здесь мы, когда будем говорить о мезометодах, конечно, мы тоже о различных формах вкратце вам расскажем. И есть микрометоды. То есть когда вы можете через небольшие какие-то форматы обучения воздействовать на такие элементы, как память студентов, способность запомнить информацию надолго, закрепить её в своей долговременной памяти, применение полученных знаний до, то есть первоначальных знаний, применение знаний, которые получил сегодня во время урока. И здесь как раз вы можете проверить, насколько материал обучающихся был усвоен. То есть все эти форматы обучения, вот вы видите методы, они позволяют всё-таки выявлять, какой же результат обучения мы с вами получаем в конце нашего семестра. Так, можно дальше, да, Игорем? Сейчас мы с вами поговорим о макрометодах обучения. Что он в себя включает? Вот то, о чём мы говорили с вами, он рассматривает три типа преподавания. То есть когда обучение центрировано на преподавателе, здесь преподаватель выступает в роли знатока, в роли ментора, в роли человека, который дирижирует всем процессом, да, а ученики остаются несколько пассивными в вашем классе. То есть когда они вынуждены только воспринимать информацию, слушать её, запоминать. Как вы думаете, насколько будет эффективным обучение в классе, когда вы используете такой формат, когда ваши ученики 50 минут просто слушают вас? Возможно ли ожидать хорошего результата из-за интересованности обучающихся в изучаемой теме? Вопрос, конечно, очень актуален для нас всех, потому что каждое занятие, когда мы идём, проводим, особенно это касается лекционных занятий, мы должны подумать, как же сделать наш формат урока таким, чтобы ученики включились в процесс обучения. Для учеников преподаватель в данной методе, в макрометоде, вот таком как преподавателя центрированное обучение, мы с вами являемся экспертами. И поэтому, наверное, пассивная роль ученика, здесь она очень ярко проявляется. Ну и можно привести такой пример, что преподавателя центрированное обучение, оно идёт ещё даже из садика, из-за школы, когда обучающийся никоим образом через преподавание не мотивируется к действию более активному на уроке. Поэтому здесь задача каждого из преподавателей, идя на занятия даже, где вы применяете преподавателя центрированное обучение, сделать урок максимально интересным. Вы можете использовать те методы, мы ниже об этом будем говорить, а я вам осветить эти микрометоды, которые можно также применять и в преподавателя центрированном обучении. Обучение, которое сконцентрировано на обучающемся. Что это за формат такой? Здесь учитель по-прежнему является авторитетной фигурой, но может он также выступать в роли фасилитатора или наставника, как хотите, да, поскольку учащийся играет здесь более активную роль в процессе обучения. И скажу даже более, что при таком формате обучения преподаватель, он даже делит функцию преподаватель-ученик, то есть даже преподаватель может отчасти являться обучаемым, потому что когда мы принимаем формат студентоцентрированного обучения, то ученики, готовясь самостоятельно к занятию, они могут какие-то дополнительные материалы принести, на которые у вас не было времени или которые, возможно, вы не знали. И в данном случае центрированное обучение, оно даже помогает еще преподавателю получить какую-то дополнительную информацию, которую он не знал. Ну и, конечно же, в студентоцентрированном формате обучения здесь учитель является еще и как бы ресурсом, больше ресурсом, когда он может просто занимать такую позицию наблюдателя и отдать как бы образы правления во время обучения больше в руки самих обучающихся. И какие же это форматы, например? Это групповые какие-то проекты, это какие-то подготовки портфолио обучающихся, все мы знаем, да, эти форматы. Это групповая форма подготовки какой-то дискуссии, это, возможно, какие-то дебаты и так далее. То есть это формат, когда ваши студенты занимают активную роль в процессе обучения. И следующее – это обучение, центрированное на контенте. Контент – это содержание, да? Поэтому в этой категории обучения и преподаватели, учащиеся, они должны вписываться в контент. Иначе говоря, что, иначе говоря, здесь мы должны понимать следующее, что преподаватель и студент здесь зависят от содержания программы материала. То есть, мы говорим не содержание, а программы материала, извините, да? И, конечно же, в этом формате, когда мы говорим о программе обучения, ни преподаватель, ни студент не может влиять уже на его содержание в ходе обучающего процесса. Поэтому здесь большой упор делается на то, чтобы подготовить очень тщательный контент, предварительно его перепроверив. Контент должен быть очень ясным, понятным. И, конечно, если он хорошо проанализированным преподавателем и подготовленным для того, чтобы начать этот формат обучения, то это будет очень эффективным. И потом Айгерим даже вам расскажет о том, что в европейских же всё-таки университетах они обращают внимание на обучение, которое сконцентрировано на контенте. Дальше идём. Это у нас микрометоды. Микрометоды сейчас вам расскажет Айгерим. Забегать вперёд, я хочу ещё рассказать про именно вот этот момент. Если говорить про контент-ориентированное обучение, то, допустим, наш опыт преподавания в Венском университете экономики и бизнеса в основном они приветствуют личностно-ориентированное обучение. Если же брать опыт повышения квалификации и, опять же, преподавания в Британском университете, в Миддлсекс, допустим, они приветствуют больше контента-ориентированного обучения. Но в Миддлсекс университете, то есть у них учебная нагрузка, соответственно, так и делится. То есть она более гибкая и она, скажем, именно адаптирована под преподавателя. И преподаватель, строго, так скажем, полностью строя свой контент, он может со студентом решить, когда они захотят встретиться, то есть проводятся какие-то консультации. А вот именно очное обучение, то есть они сами выбирают, то есть вместе с преподавателем, когда хотят, тогда встречаются. Когда не хотят, то есть они идут и работают над своим проектом. То есть в основном, конечно, это происходит в зависимости от дисциплины. Это вот именно если брать, допустим, экономические какие-то дисциплины, дисциплины по предпринимательству, то есть у них вот как раз-таки полностью гибкие вот именно нагрузки под именно адаптированный под преподавателя. И у них преподаватель сам, то есть вместе со студентами, решает, когда делать вот именно традиционную форму, когда делать онлайн. То есть и всё фокусировано на вот этот проект, который они делают. Но у них, то есть, ну как бы университет это позволяет, к сожалению, допустим, у нас, да, если брать, не совсем мы можем это сделать, то есть у нас расписана учебная нагрузка, у нас расписаны активы, да, когда мы должны прийти в университет, нас даже проверяют, у нас видеокамера есть, да, пришло бы преподаватель или нет. Если же брать их пример, то есть у них он более гибкий. Но мы, допустим, сейчас начали внедрять контент-ориентированное обучение на дисциплины, элективные дисциплины. То есть на элективные дисциплины вы тоже можете постараться перейти на контент-ориентированное обучение, где результатом будет какой-то проект. Следующая часть — это именно микрометоды. Микрометоды называются так, потому что они могут использоваться по меньшему количеству времени. И микрометоды должны применяться, если брать по блокам нашего занятия, то есть в каждом из них. То есть вы микрометоды должны использовать и в вступлении, и в информации, и в задании, и в заключении. Какие же микрометоды существуют, то есть мы как раз-таки каждую из них будем рассматривать. Хочу сказать, что именно микрометодов очень большое количество, и когда мы проводим тренинги, то есть именно вот эти тренинги обычно, и кактал-центр в Нур-Султане, мы, допустим, проводим целую неделю. В них, конечно, мы проигрываем все методы и расширенно, скажем, более подробно каждую из них рассказываем. Сегодня от того, что у нас более тонкий формат, то есть я буду останавливаться только на некоторых. Возможно, все используете, возможно, некоторые для вас будут новые. Если брать, то есть у нас, допустим, все-таки лекционные занятия есть, и бывает такое, что на лекции у нас приходит целый поток. То есть это от 100 человек до 300 человек. И там в блоках, то есть вы какие-то интерактивы большие или интерактивы, где они должны встать и что-то сделать, вы не сможете дать, потому что это займёт слишком много времени, и организовать это будет сложно. И вот какие же методы вы можете использовать? То есть когда обычно в целых, так скажем, на поточных лекциях вы задаёте вопрос, то студенты там поднимают руку. И, допустим, если вы одного спросили, второго спросили, а третьего нет, то есть это будет не совсем объективно, и студенты могут на вас видеться. Как же сделать так, чтобы услышать каждое мнение? То есть вы должны построить тогда вопрос таким, чтобы ответ был «да» или «нет». И вот как раз-таки называется «да-нет листы», если вы меня хорошо видите, то, соответственно, ваши студенты отвечают с помощью тетради или листа, который у них есть. Ответ «да» — это вот вертикально они держат, ответ «нет» — держат горизонтально. То есть таким образом они могут вам ответить. Также приветствуется, допустим, в Венском университете экономики бизнеса просто, соответственно, «да, это вот так», «нет, это вот так». То есть они просто руки поднимают и отвечают на определённые вопросы. Также используются ABC-листы. ABC-листы, они связаны с ключевыми вопросами. Зачастую, то есть до начала пары, вы можете попросить своих студентов, то есть в одной части листа написать, это вот на части «эй», да, допустим, они пишут, что же они думают, по их мнению, будут проходить сегодня. То есть какие виды заданий вы будете использовать, что именно в информационной части вы дадите и как они думают, вот это всё вот именно представляет собой. А в B-стороне, то есть они пишут, скажем, да, если здесь это их ожидание, после пары, то есть они пишут, скажем, да, что же на самом деле они получили. В B-стороне C, то есть они прописывают, то есть они, так скажем, встретились друг с другом или нет, то есть то, что они ожидали, то, что было и то, что они получили. То есть это вот друг с другом встретилось или нет в части C пишут. То есть в части C пишут в основном, допустим, если они ожидают большего, и вот раскрытие каких-то подтем, а вы этого не сделали, и, допустим, в перевёрнутом классе тоже не отправили, соответственно, в этой части C вам будет очень хорошо, так скажем, и нужна, чтобы им отправить. То есть вот эта часть дистанционная, это вот как раз-таки часть C. ABC листы, то есть есть разные вариации, то есть использование, но они очень хороши. А также есть так называемые новости, то есть мы их в основном, правда, вот рекомендуем преподавателям, которые ведут, допустим, да, какие-то языковые дисциплины, можно и в экономических дисциплинах, мне кажется, во всех дисциплинах его можно использовать, то есть вы до следующей пары выбираете своих каких-либо активных студентов, то есть которые должны будут подготовить новости. Если это языковые новости, соответственно, на том иностранном языке, которым вы ведёте. Если же это вот именно какие-то другие дисциплины, то именно какие-то топовые новости, да, свежие новости, связанные с вот этим топиком, то есть они готовятся, приходят, и прям как ведущие садятся и рассказывают про вот эти новости. То есть и каждый раз вы меняете, то есть ответственных вот этих студентов. То есть это именно часть новости. И вот когда они рассказывают даже новости, они должны вести себя прям как ведущие, то есть это своего рода и ролевая игра тоже. И вот теперь про мозговой штурм или mind map. Зачастую, то есть мозговой штурм, мне кажется, все используют, все преподаватели, но его критикуют очень большое количество зарубежных университетов. Почему? То есть зачастую, когда идёт мозговой штурм, то есть результаты, которые получают студенты, они его не могут визуализировать и красиво, допустим, показать вам результат. И вот как раз-таки для этого существует mind map. Интеллект-карта или электронная карта памяти называется. Mind map может быть, так скажем, применение, что вы используете просто какой-то флипчарт, допустим, в классе, и вот студенты, вы задали какой-то вопрос, они сделали мозговой штурм, и все результаты, они, соответственно, в виде схемы красиво вам рисуют, то есть наподобие того, что вы видите. Или есть второй вариант mind map, это всё-таки приложение. Приложение было придумано Тони Бьюзеном, то есть если брать лицензионный вариант, и вы его можете скачать. И студенты тоже очень любят, то есть они во всех телефонах, в принципе, обычно скачивают, и могут там быстро вам также результаты отобразить, визуализировать и показать. Mind map применяется, конечно, по-разному вообще. Это одно применение, когда вы в части вступления его используете. Mind map также используется, допустим, когда мы были в Лондонском университете, то у них все студенты конспектируют лекции на приложениях mind map. То есть прям сидят в телефонах или планшетах, и они конспектируют всю лекцию на mind map. Mind map, кстати, бесплатная версия, вы её тоже можете скачать. Есть, конечно, часть для бизнеса, она вот платная, то есть там, конечно, функций немного больше. Mind map также, если вы её скачаете, вы можете её использовать как презентацию. Допустим, не всегда давать студентам лекцию в виде PPT, а вы можете дать также в виде mind map. Mind map, он тоже очень красивый, визуализированный, то есть вы можете его тоже также предоставлять. Если брать теперь часть информации. Вчера были вопросы, что же делать с методами, если идут такие дисциплины, как, допустим, математика, статистика, есть дисциплины аудит, бухучёт, есть специфичные дисциплины по IT-дисциплинам, а также юридические дисциплины, где всё-таки, если брать, то есть по макрометодам, преподаватель является центром обучения. В этом случае, скажем, преподаватель важен, потому что он должен правильно донести вот эту информацию. И студента, допустим, большое количество сам самостоятельно не освоит. Тогда в части информации, конечно, вы по времени уделяете больше, но вот прямые лекции сами тоже должны быть интерактивными. То есть вы даёте какую-то информацию, вы должны потом её раздробить так, что вот какая-то часть идёт, вы её рассказываете, потом показываете аудио или видео для того, чтобы студенты отдохнули и вот каким-то другим иным способом освоили этот материал. То есть прямая лекция — это вот в основном, когда ещё идут поточные какие-то лекции, тоже вы должны постоянно какой-то маленький интерактив делать. То есть из тех, которые я до этого перечислила, можно также использовать иные методы, то есть которые мы дальше будем говорить. Но обязательно нужно, так скажем, да, давать студентам, чтобы они тоже что-то обдумывали, осваивали и так далее. Также есть часть шпаргалок, то есть она очень популярна именно, опять же, в тех дисциплинах, где очень много формул и так далее. Зачастую студенты после каждого именно занятия, то есть вот часть вашей информации закончилась, вы их просите написать шпаргалки по этой теме. Они собирают, если вот видите на картинке здесь, то есть очень большое количество шпаргалок, так называемых. Вот как раз-таки по каждому топику они пишут шпаргалки, потом приносят все эти шпаргалки перед экзаменом и пишут на одном листе, это one-list paper, называется sheet, на одном листе все вот эти шпаргалки, которые до этого они подготовили, пишут на одном листе. И вы этот лист подписываете и разрешаете использовать на экзамене. Зачастую это вот именно относится только к дисциплинам, в которых есть очень большое количество формул. Допустим, в статистике я вот преподаю логистику, в логистике тоже очень много формул, то есть я им разрешаю приносить вот эти формулы. Если брать наших зарубежных коллег, то есть они всегда говорят, почему они разрешают эти шпаргалки, да? То есть мы не учим их запоминать эти формулы, мы их учим применять эти формулы. Поэтому вы на экзаменах, если даете какой-то кейс, то они формулами просто видят, как их применять, то есть посредством формул, как разрешить какую-то иную определенную проблему. То есть поэтому шпаргалки у них разрешаются. В нашем факультете мы пока этот процесс отговариваем, да, и только вот с подписью самого преподавателя. То есть тогда они могут заходить с этими шпаргалками. Если брать следующую часть, это вот одна из тоже интересных, и там есть различные вариации, это интервью с экспертами. Первый вариант, когда вы можете это использовать, это вот вы выбираете ответственных студентов, которые будут выступать в роли эксперта в следующий раз. То есть они ведут полностью вот всю дисциплину сами, то есть полное занятие, также разделив по блокам, также подготовив, проанализировав материал, заранее высылают своим одногруппникам, как эксперты, и раскрывают весь этот топик. Оценку же этим студентам дают их же одногруппники в конце. Если брать, допустим, опыт моего преподавания в Венском университете экономики и бизнеса, у них есть специальная аудитория даже для этого. То есть аудитория выглядит таким образом, что преподаватель туда даже не заходит. Но есть параллельная аудитория, где прям как в фильмах, возможно, в фильмах вы видели, где детективы могут наблюдать за допросом происходящим. Точно так же. То есть у них там стоит зеркало, за зеркалом в соседнюю аудиторию садятся преподаватели и наблюдают за ними. То есть у них там прям все звук и все, что там происходит, видеонаблюдение, все техническое, конечно, оснащение в этих аудиториях самое лучшее. И преподаватель садится и просто наблюдает, как они проводят эту дисциплину, как эксперты. Есть второй вариант. Это вот когда вы приглашаете, скажем, на свои дисциплины, на свои топики каких-либо предпринимателей, бизнесменов или экспертов в этой области. Они приходят, но не просто так вот рассказывают целые там, не знаю, 50 минут про именно то, что они делают и так далее. То есть они приходят, как эксперты, вкратце рассказывают про свой бэкграунд и далее рассказывают про какую-то проблему, которая есть у них в предприятии или в компании. То есть и потом вы помогаете этому эксперту разделить студентов на команды и, скажем, да, решить вот эту проблему. Если студенты хорошо решают эту проблему, соответственно, должен быть какой-то приз со стороны, конечно, приглашенного вот этого эксперта. Зачастую эксперты могут их взять на практику или на стажировку. То есть какой-то бонус, конечно, вы своим студентам должны давать. Это вот различные вариации вот этих экспертов есть. То есть обязательно тоже так же используйте. И мы, допустим, сейчас на факультете тоже сделали так, что если у нас есть какие-то guest lectures, да, то в основном это должно идти в виде интерактива, а не так, что это вот просто он приходит и там 50 минут что-то рассказывает. Потому что студенты сейчас, наверное, вы замечаете, они, скажем, накликовое внимание, они быстро отвлекаются и уже дальше не хотят слушать вот этого даже эксперта. Поэтому нужно делать обязательно какой-то интерактив. В части задания теперь самое большое, да, где мы говорили, скажем, должны делать само задание, самым интересным, где вы больше можете по времени уделить. В части задания, конечно, есть различные вариации. И вот если брать, допустим, дисциплины, связанные с математикой, опять же, со статистикой, где есть очень большое количество расчётов, то есть опять же в части задания не просто дайте им, чтобы они там, допустим, вы дали какую-то задачу, да, и они её просто решили. Поделите их на команды. Какая команда быстрее решит эту задачу и, допустим, визуализирует вот эти выводы, то им, соответственно, будет какой-то бонус, опять же, или это приз какой-то, да, или баллы вы им поставите. То есть все расчёты даже, которые вы делаете, даже по сложным дисциплинам, это может быть даже IT-дисциплины, да, информатика и так далее, тоже включайте вот эту гимификацию, да, то есть чтобы это была какая-то игра, и они соревновались между друг другом. Тогда, конечно, для студентов это будет более интересно. Pure instruction — это когда вы уже разделили на команды, и команды сами, то есть студенты, до начала даже самого задания вы даёте им волю, для того, чтобы они сами написали критерии оценок по заданию. То есть задание, как оно будет идти, вы приблизительно инструкцию даёте, но критерии они выписывают сами на доске или на флипчарте, по каким критериям они будут друг друга оценивать, и что они должны теперь сделать за это задание. То есть вы даёте общую картину, да, вот, допустим, какой-то кейс или ситуационную какую-то проблему, но дальше, допустим, что они должны сделать, вы не раскрываете, а это всё будут раскрывать и прописывать по критериям сами студенты. После того, как они выполнили задание, то есть по вот этим критериям, они начинают давать отзыв, да, и peer, грубо говоря, да, друг другу. То есть каждую команду по вот этим критериям они оценивают. То есть, но это должно быть в начале, чтобы они прописали, а потом им уже становится тяжелее, потому что они не знают, в каких командах они окажутся. А вот я упустила, оказывается, часть, да, как нужно разделить вообще студентов на команды. А деление на команды — это вот целая, так скажем, можно сказать, философия, да, у институтов по повышению квалификации. Если брать личностно-ориентированное обучение, то всё-таки студенты сами друг друга оценивают и сами делятся на группы. То есть это не вы делите их на группы, на команды. Если вы их разделите, то они это посчитают несправедливым. Как же разделить теперь на команды? Есть различные способы, то есть один из способов, самый лёгкий и быстрый, это когда вы просите их рассчитаться. То есть с первого, допустим, по пятый, да, если вы думаете, что вам нужны пять команд, с первого по пятый они рассчитываются, и потом все, кто первый, то есть это в первой команде, в второй команде, кто третьим был в третьей команде и так далее. Это один из методов. То есть здесь они, потому что получается как объективно. Есть пожеребьёвки, то есть вы в определённом мешочке просто сколько команд вы вырезаете из цветных бумаг, да, и они там, в какой цвет оказалось, в той команде они, соответственно, будут. Или есть ещё иной метод. У вас есть, скажем, всегда активный студент, который вы знаете, да, и вот постоянно хорошо готовится, но обычно при делении на команд они стараются друг с другом. Если даже это вот другими каким-то объективным методами разделения было, но всё равно, если они оказались в одной команде, то они будут сильнее. И вот как сделать, чтобы это правильное распределение было? Вы приглашаете всех лидеров, так скажем, да, всех активных студентов, и они становятся, и вот каждый лидер потом выбирает по одному участнику, так скажем, по одному студенту к себе в группу. Но это есть и тогда, когда у вас есть время. То есть если по времени у вас хорошо, тогда вы можете вот так разделить на команды. То есть каждый студент потом, что сам себе выбирал, скажем, участника. Если брать теперь спид-дейтинг, тоже один из популярных. Спид-дейтинг — это быстрые знакомства, да, происходит точно так же, как вот, скажем, да, в реальности. Вы на паре, то есть их просите, сажаете друг против на друга и просите каждые две минуты, допустим, если вы какую-то информацию дали, поделиться этой информацией. То есть что они поняли по вот сегодня, до этого, вот, скажем, высланному материалу, да, и по части информации, что они поняли. И вот вы засекаете время в телефоне, и вот каждые две минуты, то есть быстро-быстро они рассказывают, вы их меняете, потом всех, вот, скажем, участников, да, они должны пересаживаться, и вот каждому. В этом случае, почему он хорош, то есть бывают студенты, которые не открывали материал, который вы выслали. Возможно, в части информации не так хорошо вас слушали. То есть тогда как раз-таки, когда происходит вот этот пир, speed dating, да, быстрый, то есть они, когда друг друг другу рассказывают, то есть те студенты даже, которые не открыли, или вас плохо слушали, то есть начинают осваивать материал, услышав от друг друга. И они тоже стараются что-то там рассказать уже. Следующая часть — это вот стендовая галерея, и вообще будем часто, наверное, про это говорить. Вот следующее будет видео, и мы просмотрим, почему важна, так скажем, часть вообще флипчартов, да, и вот визуализации. Мы с Армияш и вот командой как-то вообще, если брать наши, так скажем, начальные тренинги в проекте, то мы целых 10 дней, вот представляете, учились рисовать. Учились рисовать креативно с помощью всех цветных там маркеров и так далее, и так далее. Для того, чтобы как представить этот материал студентам, и также вы должны студентов просить, чтобы они рисовали, визуализировали, использовали различные цвета этих маркеров и так далее. То есть когда вы рисуете, то есть вы становитесь детьми, и вы видите какие-то детали, и вам это становится интересно. Поэтому использование флипчартов, визуализация очень важна. И вот теперь хотел бы еще сказать про экзаменационные вопросы. Экзаменационные вопросы, они очень схожи с шпаргалками, но суть в том, что после каждой пары, именно части информации, в части задания, вы им говорите, вот на одной бумаге напишите, пожалуйста, ряд вопросов, которые вы хотели бы видеть на экзамене. Зачастую, конечно, с одними студентами это хорошо работает, они не хитрят, так скажем, и прописывают все те вопросы, которые они хотели бы видеть на экзамене. Но есть большая часть студентов, которые хитрят и прописывают самые легкие топики. Как же сделать так, чтобы это было более объективно, да и вот все вопросы были включены? Вы можете просто на презентации, допустим, на одном слайде или на доске прописать все топики, самые важные топики, и вы говорите, из этих топиков выберите ряд вопросов, которые вы бы хотели видеть на экзамене. И вот они прописывают эти, соответственно, топики, и вам это сдают. Для вас же это будет своего рода, скажем, да, инструкция, какие вопросы включать на экзамене. И вот переходя теперь более подробно на часть галереи, стендовой сессии, да, какие, опять же, приложения можно использовать, да, и вот какой вид можно использовать. Том Виджик его зовут, и вот он будет рассказывать про платформу, да, есть специальное приложение платформы, которое называется Draw Toast. То есть вот здесь вы, надеюсь, видите ссылку на него. Но мы посмотрим небольшую часть видео, где он раскрывает, так скажем, да, важность вот именно использования галереи, сессии. Если брать видео, видео на английском языке с русскими субтитрами. Поэтому те, кто просто слушал нас, вам нужно будет теперь смотреть и на экран, то есть, да, для того, чтобы понять. В результате, если в предыдущем, в определенных условиях, группы модели достаточно лучше чем индивидуал модели. И вот так вот, это оправа работает очень хорошо для того, чтобы чтобы сделать как-то, но если вы хотите сделать что-то более полезное или прежнему, как организационный vision, или клиентура успехи, или long-term sustainability. There's a visual revolution that's taking place where organizations are addressing their wicked problems by collaboratively drawing them out. And I'm convinced that those who see their world as movable nodes and links really have an edge. The practice is really pretty simple. You start with the question, you collect the nodes, you refine the nodes, you do it over again, you refine and refine and refine, and the patterns emerge, and the group gets clarity, and you answer the question. So this simple act of visualizing and doing it over and over again produces some really remarkable outcomes. What's really important to know is that it's the conversations that are the important aspects, not just the models themselves. And these visual frames of reference can grow to several hundreds or even thousands of nodes. So one example is from an organization called Rodale, a publishing company. They lost a bunch of money one year, and their executive team for three days visualized their entire practice. And what's interesting is that after visualizing the entire business, systems upon systems, they reclaimed $50 million of revenue, and they also moved from a D rating to an A rating from their customers. Why? Because there's alignment from the executive team. So I'm now on a mission to help organizations solve their wicked problems by using collaborative visualization. On a site that I've produced called drawtoast.com, I've collected a bunch of the really, I think, best practices. And so you can learn how to run a workshop here, you can learn more about the visual language and the structure of links and nodes that you can apply to general problem solving, and download examples of various templates for unpacking the thorny problems that we all face in our organizations. So the seemingly trivial design exercise drawing toast... То есть все это начинается как, если перевести, да, как сделать тост. Все мы знаем, как делать тост. Но когда мы индивидуально, допустим, да, это себе воображать, как сделать этот тост, одни люди, допустим, думают так, что вот взять тост с холодильника, положить его в тостер, подождать, то есть он вышел, и мы там, допустим, намазываем, ну, не знаю, в силах предпочтения, допустим, клубничным каким-либо джемом, да, одни люди будут каким-либо другим джемом или маслом, допустим, да, сливочным. Некоторые люди, если вы попросите именно индивидуально, да, нарисовать именно процесс, как вы сделаете тост, то некоторые будут думать с точки зрения, допустим, логистики и детализации, да, то есть это мне нужно пойти в магазин, купить хлеб специально для тостера, да, принести этот хлеб, то есть его открыть и так далее, то есть вот эту каждую деталь он будет, то есть именно вырисовывать. Поэтому очень важно это давать на групповые какие-то задания, да, то есть в групповых заданиях они начинают какие-то мелкие детали видеть, в процессе рисования они начинают думать, а как же это нарисовать, а вот как ты думаешь и так далее, то есть они начинают делиться ещё всей той информацией, да, которую вы выслали до этого в перевёрнутом классе, То есть всю информацию, которую вы до этого выслали, вот как раз-таки в этом процессе они будут вспоминать и делиться. А вот прочитанный материал или в той статье, или, допустим, ссылки в YouTube, видео, было то-то, то-то. А вот в такой-то части его и нужно внедрить. То есть они начинают вот это делиться и рисовать. Если же брать теперь как платформу, то есть она очень хороша. Допустим, я тоже использую как раз-таки в ситуации с ковидом, пока мы были на дистанционном обучении. То есть мы со студентами по дисциплине предпринимательства, то есть они прорисовывали ряд по своему проекту частей в командной работе, используя вот эту платформу. То есть она очень хороша. Есть, конечно, часть бесплатная, есть часть платная. Но в основном где-то 60% всего, что есть на этой платформе, она является бесплатной. Вы можете её использовать точно так. То есть там схемы нарисованы, как правильно нарисовать и так далее. То есть также призываю и вас его использовать. А ссылку на полное видео мы вам вышлем. Вы можете полное видео посмотреть, потому что здесь такой краткий-краткий момент. А полное видео мы вам потом в ссылку вышлем. Его тоже посмотрите, пожалуйста. И вот часть теперь фидбэка и заключения. Мы вчера уже, скажем, раскрывали некоторые моменты по фидбэку. И опять же хочу повториться, что фидбэк есть разный. Есть фидбэк, это вот именно в части задания, где они дают друг другу фидбэк. Есть фидбэк как к преподавателю вам. И есть фидбэк именно к топику. То есть к сегодняшнему вот этой теме, которую вы прошли. Зачастую, то есть если брать опыт преподавания в Янском университете экономики и бизнеса, то есть после того, как вы провели свои занятия, то есть у них в платформах обычно в Е-курсах просто открывают и там быстро, скажем, ведут вот этот фидбэк по топику. Зачастую по топику они проводят с помощью гаджетов. Если же брать для преподавателя фидбэк, то они заходят на специальную платформу, опять же в Е-курсы у них это предоставляется, где фамилии, имя, так скажем, на преподавателей, ой, преподаватели, студентов, они не выходят. То есть для того, чтобы это было объективным, то есть, соответственно, вы не видите, кто это сделал, но они оценивают преподавателя. У них также в университете, это вот в Вене, в каждой аудиторе, в принципе, есть ящик для отзывов. И вот как раз-таки вы готовите на одной странице, на одном листе, фидбэк, так скажем, на критерии по оценке вас, ваше, допустим, телодвижение, язык тела, как вы, так скажем, раскрыли материалы и так далее, и так далее. То есть это не к топику, а именно тому, как вы представили материал. То есть полностью готовым его даёте. Почему готовым? Потому что если они будут что-то прописывать, то есть есть такое понятие, это со стороны административной части, кстати, даже регулируется, что вы можете понять по почерку, кто это написал. Поэтому это вот в распечатанном варианте вы им даёте, они ставят просто галочки, отвечают и без фамилии, имени, соответственно, анонимно его в этот ящик укладывают. Вы потом этот ящик открываете как преподаватель и получаете свой фидбэк. Фидбэк, если брать вот Венский университет экономики и бизнеса, они для каждого занятия делают. То есть у них это очень важно. Если же брать британский метод, то есть у них разделены на определённые периоды времени, когда нужно делать фидбэк для преподавателя. Допустим, вы 2-3 пары провели, опять же у них пары, потому что у них нет лекционных семинаций, вы 2-3 пары провели, и вы, студенты, должны вам дать фидбэк как преподавателю. А именно фидбэк как к топику, насколько они покрыли, хорошо ли они покрыли тему. Мы вчера говорили некоторые примеры, где это вот Five Fingers, или вот метод бургера, или вот где, помните, прорисовывают они и прописывают, что они по топику хорошо поняли или нет. Здесь тоже есть различные вариации. Если брать в заключении, то есть мы вчера говорили про беседу в листе, то есть то, что можно использовать, это очень быстро, вы приглашаете, они быстро резюмируют всё, что они прошли, и делают заключение для ваших парок. Если же брать другой способ, это опять же, или помните, я говорила про ABC-лист или One List Paper, то есть на одном листе они прописывают самые важные вещи, которые они поняли по сегодняшней теме. И вот теперь иной, ещё один используемый, так скажем, в части фидбэка, он также может использоваться как в части задания, это вот Kahoot приложение. Kahoot, надеюсь, вы многие слышали про него, возможно, используете уже, но это именно для тех, кто, может, не слышал о нём. А он, опять же, на английском языке, я постараюсь его переводить. Соответственно, вы заходите на сайт самого Kahoot, вы можете подготовить, скажем, да, вопросы на нём. Для скачивания, конечно, Kahoot вам придётся, скажем, есть платная и есть версия, есть бесплатная версия. Бесплатная версия вопросов, конечно, меньшее количество вы можете использовать. А в платной версии большое количество. Но даже бесплатная, скажем, где-то до 10 вопросов вы можете использовать, то есть это очень хорошее применение. То есть вы его можете или скачать, или на нём же, на вот этой платформе подготовить вот эти вопросы. Вопросы готовите с четырьмя вариантами ответов. И вот мы дальше смотрим, я буду останавливать немного. Когда вы подготовили вопросы, у вас полностью на вот этой платформе или на скачанном варианте, после того, как вы подготовили вопросы, у вас выходит такой идентификационный номер, то есть вот этого, скажем, вашего опросника на вот этом приложении. Вы этот номер, пароль, так скажем, даёте своим студентам. Ваши студенты скачивают, кстати, на своих телефонах, как вот. Скачивание, опять же, бесплатное, они на телефонах скачивают его. Вы приносите, скажем, да, и показываете все вопросы на проекторе, они сидят с телефонами. Как только они зарегистрируются, так скажем, да, под вот этим логином или паролем, ряд цифр, которые вы даёте, да, PIN, то есть они заходят с этим PIN, но, скажем, регистрацию проводят под своим фамилией и именем. То есть у вас вот здесь будет прям выходить, какое количество студентов к вам вот именно вошло, так скажем, да, и там будет прям показано, сколько из них присоединилось и сколько из них ещё нет. Ну вот здесь показано как раз, как они набирают просто PIN и заходят. После того, как они вошли, то есть вот так же, вот как здесь видно, два участника, то есть два участника, они сразу выходят. У вас же это вот студенты будут выходить под фамилией. И вы начинаете вот как раз-таки вот эту игру. То есть на проекторе все вопросы, то есть они выходят с четырьмя вариациями ответов. Четыре вариации ответов выходят, скажем, да, под определёнными цветами. То есть у студентов будут просто цвета, они будут с проектором читать вопрос, четыре вариации ответа. Допустим, если они считают ответ A правильным, то они нажимают просто на красный цвет. То есть если он подчёркнутый красным, соответственно, он выбирает красный. И в Кахуте, что очень хорошо, опять же, это гемификация. Можете выключить. В Кахуте, что очень хорошо, опять же, это гемификация. То есть у вас там будет виден рейтинг. То есть студенты под своими именами после каждого вопроса, то есть на каждый вопрос там будет выделено определённое время. То есть вот секунды вы, конечно, сами определяете. Если это сложный вопрос, больше секунд даёте. Если это лёгкий вопрос, меньше секунд. И вот кто быстрее, скажем, да, отвечает и правильно отвечает, то есть по рейтингу они там будут видны. И потом будут определены три, так скажем, да, самых лучших. То есть первое место, второе место и третье место. Опять же, для тех студентов, которые набрали большее количество правильных ответов и быстрее отвечали, то есть там первое место, на второе и на третье место, чтобы вы им, скажем, да, в виде баллов вы поставите или вот какого-то приза. Или они там судьями будут где-то. Или они там, допустим, два раза, допустим, да, две пары, они не должны будут, допустим, ответственными быть по новостям. То есть вот какой-то приз вы должны обязательно поставить и мотивировать своих студентов. Чтобы они вот именно, скажем, играли кахот, да. Кахот у нас, допустим, в факультете использует Канке Мельбековна, преподаватель. Она его очень часто использует. И тот на первом, на втором курсе. Они очень, так скажем, да, я была на её дисциплинах. Они очень любят применение кахота. И они даже её просят, давайте в следующий раз мы вот будем кахот играть. И для кахота они, кстати, всё и готовятся. То есть ту информацию и вот в перевёрнутом классе, то, что вы дали информацию, в части информации дали. Они сразу начинают там подготавливаться до начинания вот этого кахота, скажем, да, прочитывают всю вот эту информацию. Поэтому, скажем, хорошее использование. Сейчас многие его используют. Возможно, многие из вас уже, так скажем, знакомы с ним. Как выбрать теперь микрометод? То есть мы дали очень много, да, там, примеров каких-либо, постарались, так скажем, да, за вот это короткое время. Если брать, скажем, всё-таки вот микрометоды, они будут в зависимости, то есть выбор, скажем, от ваших учебных целей. Опять же, это по таксономии Глума, да, какие цели вы видите в конце, да, и какие компетенции должны освоить ваши студенты. От самого преподавателя, от стиля того, как вы ведёте дисциплины. Самое важное, это, опять же, время. Как вы будете по времени это всё разделять. Очень важно, это, опять же, аудитория, да, потому что некоторые, скажем, методики, да, мы вот дальше будем раскрывать ещё в комплексных методах, нужны всё-таки вот пространства. То есть если у вас прям всё блоками стоит, да, и вы не можете подвинуть их, то, соответственно, вы должны продумать, какие методы вы можете другие использовать. И, конечно же, это будет зависеть от имеющихся знаний. То есть если это, допустим, первая дисциплина, да, у вас, для того, чтобы узнать предыдущие знания, что они помнят, что они нет, опять же, это должно проходить в виде геймификации. Это можете, вчера мы показывали, это по диагонали самый лёгкий, да, способ. Или, опять же, вот это, да, нет листы, что они помнят, то есть по топикам можете сразу назвать. И вот они это вот отвечают. Это вот выявление, каких, скажем, да, предыдущих знаний они имеют. Здесь очень важно ещё, скажем, да, чтобы студенты объективно это отвечали. То есть вы должны попросить, чтобы они объективно отвечали. Если вот какие-то топики они не очень хорошо помнят, то есть вам нужно к этим моментам, конечно, вернуться. И мезометоды. Сейчас часть, скажем, мезометодов вам расскажет Армяш. И дальше я продолжу. Армяш, слово вам. Спасибо, Ири. Да, мы сейчас с вами подошли к вопросу о мезометодах. В начале нашего сегодняшнего вебинара мы там с вами на схеме видели макро, микро и мезометоды. Так вот, в мезометодах как раз-таки были предложены такие варианты, как индивидуальные, групповые, парные форматы обучения. Вообще говоря о мезометодах, это вообще очень такой эффективный и достаточно необходимый способ обучения, который необходим для того, чтобы именно наши цели, которые мы с вами преследуем, как преподаватели, которые дают знания, развивать навыки, развивать критическое мышление, уметь дискутировать, уметь выступать, уметь самостоятельно какие-то развивать идеи и так далее. Именно эти цели, они как раз достигаются при применении мезометодов. Мезометоды, можно следующий слайд, да? Их еще называют комплексными методами. Чем они отличаются? Тем, что вот при применении, вот в данном случае на слайде вы видите, да, при применении данных форума обучения существенно меняется как роль самого преподавателя, так и роль обучающегося. И почему я говорила именно о развитии самостоятельности, критического мышления, продвижении какой-то идеи, развитии и создании идеи при выполнении этих заданий, то как раз таки с помощью этих методов мы можем достичь того результата, когда мы можем сделать активными наших обучающихся. Когда они из просто пассивных участников на лекционных занятиях превращаются в активных участников обучающего процесса. Каким образом можно это достигнуть и какой формат из этих предложенных вы можете применить, это зависит лично от вас. Это во-первых. Во-вторых, зависит это от класса самого, насколько большой класс или малый класс, в котором вы работаете. И, конечно же, зависит от тех результатов обучения, которые вы хотите достичь, то есть которые вы ожидаете получить от ваших обучающихся. Вот для меня, например, как для преподавателя с большим стажем тоже работы, всегда для того, чтобы начать работать и планировать свое какое-либо очередное занятие, мне приходится вспоминать и продумывать, в каком же классе у меня будет сегодня проходить лекционный урок, что я могу ли применить сегодня, например, метод дискуссии, или смогу ли я применить галерейный метод в обучающем процессе, в процессе выполнения какого-то задания, будет ли это удобно студентам. Очень часто для меня приходится, например, приходить в класс, как правило, мы же преподаватели, приходим всегда заранее, у нас есть 5-минутный, 10-минутный перерыв. И если это есть такая большая необходимость для того, чтобы класс был наиболее эффективно организован и 50 минут прошли, очень, как сказать, правильно используя каждую минуту, то во время перерыва обычно я вместе со своими студентами делаю некоторую перестановку столов, стульев и так далее, то есть делаю так, как мне это удобно. Почему? Потому что наша с вами задача не просто прийти и сказать, ребят, мы сегодня с вами разыграем ролевую игру, или мы сегодня сделаем дебаты, но при этом не создать эту атмосферу. Наша задача с вами, как преподавателей, создать атмосферу в классе прежде всего, создать вот этот дух обучения, когда студент должен чувствовать, что он, как личность, включен в этот процесс. Поверьте мне, когда каждый из ваших обучающихся в классе будет это чувствовать, ощущать, что сегодняшнее занятие преподаватель сделал не только сфокусировав на самых активных учениках класса, а когда она распространяется на всех месте, именно вовлеченность студента сделает его активным, сделает занятие для него интересным, и от этого вы получите больше результата. Кроме того, что подготовка класса, вот как Айгене уже говорила до этого, очень важны материалы, которые вы с собой принесете. То есть вы заранее продумываете, если вы используете какой-то, например, групповой формат работы, как вы будете организовать этот процесс, если это предусмотрено в классе, вы должны предусмотреть, нужны ли вам флипчарты, нужны ли вам мелкие, нужны ли вам маркеры, нужны ли вам какие-то скотчи, я не знаю, магниты, еще какие-то детали, которые вы можете принести с собой, дабы сделать комфортным сам процесс участия ваших студентов. Вот. Потом, конечно, само по себе планирование. Например, мы вот здесь вот видим с вами на слайде, что существуют различные методы, как бизнесы, игры, проекты, учебные фирмы, групповая работа и так далее, и так далее. Я не буду останавливаться на всех них, вот о дебатах завтра вам Айгерим, не завтра, позже, извините, Айгерим вам сегодня очень подробно расскажет один из методов британских, как организовать британские дебаты и так далее. Я думаю, что, когда вы смотрите на этот слайд, большинство из вас вы узнаете те форматы и методы, которые вы можете или, возможно, уже применяете в своих классах. Например, если мы говорим об учебных фирмах, что за метод такого обучения, когда вы используете учебную фирму? В зарубежных вузах очень часто обучение выходит за рамки класса. То есть когда преподаватель может своих учеников пригласить на обучение, на урок, не в класс обычный в университете, а приглашается, они могут приглашены быть на конкретное производство, на конкретное предприятие. Это может быть банк, это может быть какая-то компания и так далее. Соответственно, заранее договорившись об этом, и когда студенты могут полностью погрузиться в процесс. То есть если мы говорим, например, о производстве продукта, того же йогурта, и если есть договоренность хорошая между компанией и университетом, и университет вам позволяет это сделать, а за рубежом это делается, в зарубежных университетах, преподаватель может повезти своих обучающихся прямо вот в цех, где готовится этот самый йогурт. Почему? Потому что погружение в процесс, когда он видит, это незаменимый такой опыт для каждого обучающегося, нежели вы будете ему 10 раз на каких-то примерах или просто на лекциях объяснять, что это такое производственный процесс. Когда он видит стадии процесса, когда он видит, как это работает, как каждая машина, как каждый станок это обрабатывает, где проверяется качество, где находится отметка сертификации, как упаковывается. Это очень ценные элементы, которые отложатся навсегда в его голове. Просто из-за своей собственной практики и жизни я хочу рассказать один такой пример, когда я обучалась на экономическом фокусете. Да, мы ходили на практику и все прочее, но для меня было очень ценное следующее. Когда я писала свою дипломную работу, я была отправлена, так как я экономист, я была в экономический отдел, отправлена на большой элеватор в городе. Я там провела три месяца вот в этом экономическом отделе, при этом я посещала производственные цеха, смотрела весь процесс и все прочее. И знаете, в моей памяти до сих пор, когда я вспоминаю какие-то вещи, которые мне необходимо объяснить студентам и так далее, в моей голове очень четко отложились эти процессы. Мы понимаем, что сегодня даже предприятия не находятся на месте, то есть технологии производственного процесса меняется, обновляется оборудование и все прочее. Но тем не менее, ценный опыт, который я получила, посетив именно само предприятие, работав с самими экономистами, посетив производственные помещения, увидев само оборудование, станки, машины, рабочих, это произвело на меня очень большое впечатление. Это раз. Плюс это помогло мне сделать свою дипломную работу очень качественно, самостоятельно, не прибегая к какой-то помощи, потому что весь процесс, весь этот большой элеватор с его производственной мощностью отложился в моей голове. И самое важное и ценное, что когда уже прошел процесс защиты, и когда мне задавались вопросы, я просто визуализировала то, что я видела, и я отвечала на эти вопросы очень легко. То есть как знания, которые ты получаешь там, можешь ты уже применить, вот когда наступает такая ситуация. Плюс комплексные методы, например, если мы говорим о каких-то проектных работах и так далее, то здесь вы же даете заранее свои задания студентам. Например, при обучении на моих дисциплинах как предпринимательство создания бизнеса, сразу при первых парах я ставлю перед студентами задачу, что необходимо по окончании семестра им подготовить хороший бизнес-проект. Соответственно, в течение семестра мы изучаем тему за темой элементы, которые входят в сам бизнес-проект. И наполняемость этого бизнес-проекта уже индивидуально для каждого студента, или когда они работают в паре, она происходит пошагово, из недели в неделю. То есть если мы сегодня прошли, что такое цена и цена образования, и как можно ее посчитать и сформировать на сегодняшний продукт, который для вашего бизнеса является главной, то изучив эту тему сегодня со мной в классе и проработав ее на примере каких-то заданий, которые я даю, приходя домой, они это обсуждают, и они уже формируют цену на свой продукт самостоятельно. Это огромный ценный опыт для студентов, когда они могут делать это все самостоятельно, без вмешательства со стороны преподавателя и так далее. Очень большая беда сегодня наших школ, наших колледжей и даже университетов – это отсутствие самостоятельности у наших студентов. Почему? Потому что это отражается впоследствии на их, как сказать, поведении в рабочем процессе, когда они уже вступают в такой период, когда они становятся специалистами и работают в компаниях. Почему? Потому что мы не прививаем с вами достаточно им вот этих навыков самостоятельного принятия решения, размышлений, критического мышления практически у них тоже отсутствует. Такое самостоятельное, выдвигать идеи и пробовать их реализовать тоже отсутствует, то есть быть идейными. Практически отсутствует вопрос, как можно самостоятельно сделать что-то. Почему? Потому что со школы, с садика их приучили все это делать по штабе, когда их ведут за руку. Но наша с вами задача, наверное, на сегодняшних реалиях жизни, научить их быть самостоятельными. И когда вы видите результат в процессе семестра, что в конце студент, который где-то в уголке на первой паре у вас сидел, но благодаря воздействию ваших заданий, когда это были какие-то групповые проекты, это была какая-то бизнес-игра, он принял участие активное в дебатах, куда вы его вовлекли. И в конце вы видите, что этот ученик может свободно даже выступать перед аудиторией, говорить, высказывать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. Это очень ценный такой элемент, и это для нас с вами огромный результат нашего труда, который мы вкладываем в своих учеников. Говоря еще о комплексных методах, например, мы говорим об анализе телепы. Это что такое? Мы вставим какую-то, например, проблему, с которой столкнулась одна из компаний, и мы говорим студентам. Вот компания находится сегодня в таких условиях проблемы. Компания терпит убытки. Вокруг кризис. Давайте найдем выход и решение для компании, как мы можем помочь компании выйти из кризисной ситуации и выйти хотя бы на ту плоскость, когда они могут выйти на безубыточное производство, мы говорим. И здесь в данном случае студенты погружаются в сам процесс. Они должны прочувствовать через себя вот эту проблему, в которой находится компания. Иначе, когда у них нет полного погружения в атмосферу поставленной задачи или поставленной ситуации, это то же самое работает с кейсами, то же самое работает с дебатами и так далее, то глубины мышления, глубины в принятии решений, старания, приложение какого-то старания, оно, к сожалению, у наших студентов не будет так четко выработано, чем когда мы заставляем их погрузиться в эту среду. Очень важно, когда преподаватель, применяя комплексный метод в классе, может способствовать поддержанию атмосферы, такого духа, знаете, когда рабочей обстановки, когда он может подходить и наблюдать за процессом, например, ходом развития дискуссии, размышления у студентов, как они находят выход из ситуации, как они решают эту проблему. Здесь задача преподавателя — занять позицию наблюдателя больше, не вступать активно в сам процесс. Есть такие методы, когда, например, если мы говорим о дискуссиях, когда вы хотите какие-то вопросы вытащить, очень важно, чтобы вы задавали эти вопросы очень правильно, структурировали эти вопросы. Лаконичные вопросы, они не должны вызывать ответа «да» или «нет». Иногда бывает, когда преподаватель хочет развить какую-то дискуссию, но задал неправильный контакт вопроса, в ответ он может услышать от ученика только «да» или «нет». Значит, вам нужно задуматься, правильно ли я задал вопрос, пошла ли моя дискуссия в том направлении, в котором необходимо, от чего это зависит. Прежде всего, от преподавателя, как он сделал настрой для своего класса, для той группы, которая решает эту дискуссионную проблему. И так далее. То есть зачем используются вот эти комплексные методы обучения? Мы говорим об этом уже несколько минут, о том, что студенты привыкают к ответственности за собственное обучение. Почему? Потому что когда мы даём им, например, такой как анализ дилеммы, для того, чтобы решить эту проблему, студент может использовать массу источников, интернет-источников, какие-то книги, какие-то кейсы, какие-то другие ресурсы, которые, возможно, до этого он вообще никогда не использовал, не применял, не читал и так далее. Это пополнение ещё знаний, это расширение кругозора и так далее. И когда вы видите, что студент говорит, да вы знаете, для того, чтобы решить вот этот ваш кейс, который вы в прошлое-прошлой недели, я вот покопался в интернете и вот нашёл интересные вещи, которых я раньше никогда не слышал, то это сигнал для вас, что работа пошла в том направлении, в котором необходимо. Студент копался, студент нашёл информацию, студент решил этот кейс в том направлении, в котором необходимо. Дальше. Обучение не зависит только от учителя. Да, это правильно. Мы говорим о том, что здесь мы занимаем роль фасилитатора. Мы можем наблюдать, мы можем направлять, мы можем ставить вопросы, мы можем ставить какие-то задания, задачи, ставить цели перед нашими студентами, но ни в коем случае не занимать, опять же, позицию активного участника или тем более ведущего, как это происходит обычно с нами в лекционных классах. Вот. И Айгерим вот даже сегодня она отметила, что нам всё-таки необходимо отходить от той позиции, когда преподаватель занимает такую ведущую роль в обучающем процессе, потому что, как правило, мы замечаем, что это очень плохо работает на результат обучения. Занятие становится скучным, занятие становится неинтересным, занятие становится незахватывающим. Студент не видит никакой зацепки, за что бы он мог зацепиться и как бы развивать своё мышление, мыслить в этом направлении, по этой теме и так далее. Поэтому наша с вами задача – сделать лекционный даже материал максимально интересным. Например, сегодня очень странно, вот для меня самой, как для преподавателя, когда я захожу в свой класс и во время лекции вступительная часть, она может быть использоваться в какой-то виде, какая-то игровая форма или шуточная форма. И когда ты приходишь в начале семестр, студенты очень глубоко удивляются и смотрят на тебя, как будто ты упал откуда-то, откуда неизвестно, не похож на другого преподавателя. Но нужно приучать наших студентов, чтобы лекция не была достаточно такой скучной, теоретической, обычной для них, где они могут просто отсидеть свои 50 минут. И посмотрите на настрой студентов, когда они идут на наши занятия, особенно лекционные. Большинство из них настроены на отдых. 50-минутный отдых для них, просто слушать. Но вы в это время не знаете, как они слушают. Слушать – это не значит обучиться. Когда вы говорите, это не значит, что они тоже учатся. Поэтому применение всех этих комплексных методов, оно должно в первую очередь быть направлено на то, чтобы закрепить знания, привить определенный навык, обучаемые схемы, которые вы изучаете на сегодняшний день вместе со студентом, и постараться закрепить это все в его голове, в его памяти через интерактивные методы. Вот в этом направлении комплексные методы, они, наверное, являются для нас с вами как палочкой-выручалочкой. Почему? Потому что, когда мы используем все эти методы парноли на уроках, потому что вы можете использовать тот же мозговой штурм и тут же переключиться на какую-то ролевую игру в процессе обучения в классе и так далее, то вы видите, насколько студент активен на занятиях. И чаще всего, вот если мы говорим, например, о западной методике обучения, лекционные занятия и практические занятия, они не носят как таковой разницы большой между процессом самого обучения в классе. То есть студенты одинаково активны как на лекциях, так и на практических занятиях. Поэтому из моей собственной практики я хочу сказать, что на лекциях я заставляю студентов работать вместе со мной. То есть даются какие-то задания, обсуждаются какие-то вопросы. Это могут быть какие-то блиц-опросы сделаны, это могут быть какие-то очень маленькие какие-то кроссворды, когда они могут покопаться в своей памяти и вспомнить то, что они уже изучили. Это могут быть какие-то ситуации даны для того, чтобы они могли обсудить их быстро и дать ответы. Но есть в этих комплексных методах также разница в том, что некоторые из них вы можете проработать в классе, а некоторые из них вы должны продумать и заранее готовить ваших учеников к тому, чтобы провести обучение или этот формат, например, дискуссий. Он требует того, чтобы вы заранее выслали студентам тему, вопросы и цель дискуссии, чего они должны достичь. Да, ваши студенты приходят обученные. Плюс обязательный элемент, это то, о чем тоже Айгерим говорила, это обязательно необходимо давать литературный обзор, то есть материалов, которые они могут использовать в помощь для того, чтобы участвовать в этой дискуссии. Ваши студенты не должны приходить только с темой и тем кратким материалом, который вы отправляете. Заставляйте студентов работать активно. Вы должны давать массу материалов, в которых они могут альтернативно найти какую-то дополнительную информацию. Это могут быть интернет-источники, это могут быть книги, это могут быть ваши собственные какие-то учебники, это могут быть разработки ваших коллег и так далее. Все используйте, максимально все. Пробудите интерес в ваших студентах в поиску, научите их искать материал. Доходит до абсурда, когда нам с вами приходится обучать студентов, как правильно делать поиск задания или поиск какого-то материала по заданию, который вы даете. То есть это очень смешно выглядит в сегодняшнем мире, когда студент на тыс со всеми гаджетами, со всеми технологиями. Вот резюмируя то, что мы сегодня говорим о комплексных методах, используя правильные материалы и стандартизия, не займутся методы, которые мы можем применить, при нашем обучении, мы можем с вами положительно влиять на… Вот здесь написано даже на слайде, видите, да, личностно ориентированное обучение. Вот очень важно обратить внимание на этот аспект личностно ориентированного обучения. То есть здесь мы говорим как раз-таки о тех навыках, которые мы стараемся с вами развивать в наших обучающихся. стараемся, как сказать, задеть, привлечь, повлиять и воздействовать на каждого нашего ученика. Это наша с вами задача. Самостоятельность, умение развивать критическое мышление, умение выдвигать идеи, умение даже… Те же скиллы, как бы с презентацией, подготовкой и так далее, умение находить из большой массы материалов то, что нам необходимо, это вот как раз-таки наши с вами задачи, когда мы в процессе применения микрометодов, макрометодов и мезометодов мы можем развивать эти навыки у наших обучающихся. Сейчас чуть позже вам, ниже сейчас Айгерим расскажет вам более подробно обратно же о вот этих вот методах обучения. И, пожалуйста, послушайте внимательно ее. И в конце, конечно, мы сделаем некоторое резюме по сегодняшнему дню. Спасибо, Айгерим. Спасибо, Армя. Я дам варианты использования комплексных методов. Возможно, опять же, с ними знакомы, возможно, по-другому вы просто его использовали. Есть такой называемый snowball method или метод снежка, скорее всего, на русском языке будет. В чем же заключается snowball method? Допустим, если у вас дисциплина, и тут именно, опять же, по своей дисциплине, скорее всего, буду говорить, вы даете какой-либо кейс или, допустим, дали какую-то проблемную ситуацию, то есть вкратце, да, озвучили ее, что в таком-то, в таком-то, допустим, предприятии, да, топ-менеджеры никак не могут мотивировать своих сотрудников, да, и те методы, которые у них были, допустим, да, монетарные методы, они уже не работают. Как же их стимулировать и вот получить хорошие, так скажем, да, производственные какие-либо показатели? Зачастую, если брать, скажем, snowball method, опять же, вы должны заранее для них подготовиться, если вы его используете, то у вас должны быть такие маленькие бумажки, то есть стикеры, подготовленные стикеры для студентов. Каждый студент, то есть у вас звучит вопрос так, какие лучшие, так скажем, да, по данному кейсу, то есть вы даете маленький какой-то кейс или ситуацию, по данному, скажем, ситуации или кейсу вы можете дать четыре лучших метода мотивации в данном предприятии. И вот сперва студент каждый начинает индивидуально на каждом листочке по одному методу прописывать, то есть он прописывает на одном листочке одно название метода, четыре метода прописывает, находит себе, как вы видите, другого партнёра, который также прописал четыре, и из восьми они выбирают самые лучшие четыре. Эта пара находит другую пару, также, которая прописала, и они тоже из своих восьмерых выбрали самые лучшие четыре, они объединяются, становятся одной командой, то есть из четырёх человек, и опять же, из тех, которые были до этого из восьмерых, выбирают самые лучшие четыре. То есть в итоге у вас по классу должны быть, то есть весь класс должен потом в итоге объединиться и выбрать самые лучшие четыре метода, которые они думают будут работать по данному кейсу. То есть этот метод очень хорош тем, что они сперва индивидуально думают. На каждый, кстати, процесс, опять же, где идёт индивидуальное, потом по парам, то есть если это индивидуальное, вы даёте меньше времени, это зачастую две минуты, то есть хватает. Если они поняли хорошо кейси, то есть две минуты вы даёте. Дальше, где уже по парам, то есть на второй раунд, да, это вот где они вот пару себе ищут вместе, находят вот эти четыре, то есть тут даёте чуть больше времени. Самое большое время даёте тогда, когда они по четыре человека уже обсуждают, так скажем, с другими четырьмя. Тогда уже, конечно, даёте больше времени. То есть вот это разделение даже по времени вы должны сделать его правильным. Соответственно, Snowball метод занимает большее количество времени, поэтому он и комплексный. Хотела бы ещё дополнить к предыдущему, да, всему, что сказала Армияш. Комплексные методы и микрометоды должны чередоваться. То есть это не так, что вы всегда только используете вот микрометоды, да, и всё на этом. То есть они всегда должны чередоваться. Комплексные методы вы зачастую используете в тех топиках, в которых вы должны дополнительно что-то покрыть. То есть у вас по себе топик большой, да, или сложный для освоения студентами, соответственно, вы можете использовать как микрометод. Вот вы провели задание одно, да, полностью занятие одно по структуре дидактической, допустим, да, концепции как-то. То следующее занятие вы можете полностью, допустим, семинарское занятие, да, посвятить только комплексному методу. Ну, одно из них это Snowball метод. Потому что в конце, когда они даже четыре, вот выбрали самые лучшие четыре, то есть они их должны представить, почему они будут работать. То есть они по времени, соответственно, это у вас больше займет. Может занять целую пару, то есть 50 минут. Поэтому вы должны, конечно, рассчитывать их. И заранее, конечно, подготовиться. Каждый вот листочек, где они прописывают по одному методу, опять же, должен быть разноцветным. То есть здесь есть своя цветным маркером, то есть листочек, конечно, готовится. Или вот это. Следующий метод, который мы бы хотели показать, это британский парламентский формат дебатов. Это вот чисто из личного опыта, который мы видели, как его используют в лондонских университетах. Чем он хорош, чем простые дебаты? В простых дебатах зачастую студенты не слушают друг друга, начинают перебивать и так далее. Британский же формат хорош тем, что они учатся красиво выступать, то есть ораторское искусство у них начинает, скажем, начинает работать над этим, начинают какие-то аспекты видеть. И здесь исследовательская вся часть есть. Для того, чтобы выбрать теперь тему резолюции, вы, конечно, должны их разделить на команды. То есть вы можете, не деля их на команды, просто сказать, что тема резолюции такого-то британского дебата на следующую пару, допустим, на семинарскую зачастую, вы выбираете такую-то, такую-то тему. Проведите полностью исследовательскую работу. Пожалуйста, можете выключить микрофон? Проведите полностью исследовательскую работу по такой-то теме резолюции. И вот, допустим, государственная поддержка малого и среднего бизнеса. То есть они по этой теме, по теме резолюции, полностью подготавливают факты. Зачем нужна или не нужна, насколько осуществляется эта государственная поддержка и так далее. В теме, то есть именно когда они проводят вот эту исследовательскую часть, то есть они должны еще подкреплять аргументами, соответственно, аналитическими, статистическими данными. То есть вы их заранее предупреждаете. Если же тема легкая, то вы можете на самом же семинарском озвучить эту тему резолюции и дать им, допустим, 10 минут на подготовку. То есть я не 10 минут, просто быстро в телефонах ищут какую-то исследовательскую часть анализа информации. Как же вы делите на команды? То есть вы выбираете восьмерых студентов. Восемь студентов вы выбираете, особенно, допустим, если брать мой опыт, я выбираю зачастую тех студентов, которые реже выступают, более пассивные, так скажем, или больше смущаются. Тех студентов я в основном и выбираю для британского формата, чтобы они больше выступали и вот как раз-таки осваивали вот эти навыки выступления. В правительстве, то есть вы делите теперь этих восьмерых студентов на две команды по четыре человека. Одна часть команды — это правительство, вторая часть — это оппозиция. В части правительства, то есть вы их делите по ролям, то есть начиная с премьер-министра, заканчивая вице-спикером, и вот выбираете самые важные должности, которые есть в вашей стране. Я не знаю, министр экономики, финансов, министр того-то, того-то, то есть соответственно по вашей тематике. Оппозицию тоже так же обозначаете по самым лучшим должностям и говорите, что этот оппозиционер самый, не знаю, богатый бизнесмен, и руководитель такой-то компании стал оппозиционером. То есть вот эту важность тоже должны, конечно, подчеркивать. Потому что когда вы даете, допустим, слово потом, как модератор вот этого формата дебата, вы существуете как просто модератор. Часть студентов вы делите на население. Население как раз-таки потом решает за резолюцию или против резолюции. Часть студентов вы выбираете, обычно это двое, вы выбираете как судей, то есть они время засекают, говорят, что вот ваше время вышло и так далее. А вы существуете просто как модератор. Как модератор вы должны каждый раз подчеркивать, что вот слово предоставляется уважаемому министру экономики и финансов такому-то, такому-то, и фамилию. И тогда они уже важны выступать. Каждый выступающий выступает за, допустим, премьер-министра, за ним выступает с другой командой, один представитель, лидер оппозиции и так далее. Каждый из них должен внимательно еще слушать друг друга, потому что они должны дать контрфакты. И здесь вы, конечно, по времени сжимаете, то есть, допустим, на каждое выступление по две минуты. То есть раундов может быть разная вариация, это по вашему времени. После раундов их выступление дается раунд вопросов, где они могут задать друг другу вопросы. То есть вы даже в классе, обычно британский формат, я со студентами играю только в тех аудиториях, где я могу подвинуть парты, то есть поставить, поставить факультет, то есть на котором они будут, кафедру вот эту, на котором они будут говорить, то есть специальную зону сделать. То есть обычно это в тех аудиториях, где вот передвигается все. И обычно они рассаживаются так против друг на друга. И, соответственно, они потом вопросы задают в раунде вопросов. Опять же, там только четыре вопроса друг другу могут задать. И задавать могут тому, скажем, из контр, скажем, партии и так далее, только тому, кому они хотят. То есть все четыре вопроса могут одному человеку задать. И раунд вопросов, и раунд выступлений, опять же, курируют судьи. То есть они прописывают, кто на какие вопросы ответил, а кто не ответил. И, соответственно, считают это по баллам. Судьи после того, как раунд выступлений, раунд вопросов закончен, они показывают населению. То есть кто в свое время выступил, кто превысил свое время, кто в вопросах ответил, а какая команда не ответила. и они еще, судя, оценивают, опять же, five fingers, помните, со вчерашнего фидмэка, то есть по пяти fingers они оценивают, то есть язык тела, что хорошо пошло, что не так, и так далее. То есть там определенный критерий, опять же, выбираете. И после этого население, соответственно, выбирает за резолюцию или против резолюции. Если они за, соответственно, выиграла команда, допустим, государства, если против, соответственно, выиграла команда, ой, наоборот, и если против, соответственно, выиграла команда оппозиции. То есть в этом части вы выбираете из темы резолюции, как население выбирает. Студенты, опять же, оценивают сами друг друга, вы существуете просто как модератор. Но британский формат, он такой очень хороший, то есть для того, чтобы студенты обрели вот этот навык выступления и для того, чтобы они исследовательскую часть, то есть то, что армяшка говорила, зачастую они не могут найти какие-то аргументы, аналитическо-статистические данные. То есть в этой части вот британский формат тибатов очень хорош, что они вот сами готовятся к нему. Но по времени, опять же, это комплексный метод, он занимает большее количество времени. Зачастую это вот на семинарских. И вот мы бы хотели показать вам видео, говоря про кейсы. Кейсы, то есть существует, и мне кажется, вы все его используете, различные варианты кейсов. Но кейсы можно давать не только в текстовом формате или того, что вы даёте на PPD, но может существовать и как видео. Мы вам видео покажем, и армяшка с конкурсированием. Обязательно. А здесь большая группа трудящихся наблюдает, как один толкает ящик. Он неправильно тащит. Ну разве так тащит? Ты снизу бери! Погем его! Погем его! Погем его! Сверху давай! Да сверху ему будет неудобно! Погем его заходить! Сбоку он выиграет в силе, но проигрывает в расстоянии. Знаете что? Молодец и потянуйся! Молодец и праздник! Нет, 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 нет! Погем его заходить! Передайте ему, пусть сделает тупой кукол. Стоп! Надо добавить еще одного человека. Кати! Давай! Кати! 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 Ссовывай! Ссовывай! Кати! Прошу на то еще. Сбоку давай! Давай! Он дышит неправильно! Вот правильно! Равномерно! Дышите равномерно! Забери воздух и копей! Да, да, да! И копей! Давай! Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп, стоп! Может его материально заинтересовать? Что? Вам кто-то говорил? Да! Там деньги играют большую роль! Если им больше платить, они лучше работают! Материально заинтересуются! Получайте надбанку! Да! Ки-сов! Давай, давай, давай! А-а-а-а-у! Сбей! 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 Прошу на совещание! Ну вот, совещание помогло! Спасибо, Айгерим, за видео, которое вы нам предоставили! Что хочу сказать, что на примере этого видео можно сделать различные, наверное, выводы, но тем не менее мы видим, что методом обсуждения, методом принятия различных решений, методом каких-то предложений, они пытаются решить одну проблему, как передвинуть этот большой чужолый ящик. Но в конечном итоге мы видим, что всё-таки как бы одного такого конкретного решения по тому, как переместить этот ящик, всё же вся эта комиссия, она не могла принять. Если мы говорим о том, что вот кейсы и как они работают, то кейсы — это как раз-таки содержит два элемента, такой как случай и обсуждение этого случая. Хороший кейс представляет из себя некий богатый рассказ, в котором отдельные лица или группы должны принять решение или решить эту проблему. Если мы говорим о кейсе, то они эффективно используются для обучения критическому мышлению, это то, о чём мы говорили выше. Они развивают у наших обучающихся количественное мышление, то же самое, и успешно применяются в различном спектре дисциплины кейсы. Например, одинаково можно успешно применять их и в экономике, и в юриспруденции, и в лингвистике, в химии, в истории, в политологии и так далее. Если мы говорим о том, насколько кейс является или должен быть большим или малым, то мы знаем, что есть кейсы, которые вы можете приносить непосредственно в класс и давать студентам для решения кейса здесь прямо тут же на своём занятии. То есть это кейс, который заставляет студентов сгруппироваться и очень быстро принимать решения по ситуации, изложенной в самом кейсе. Есть кейсы очень большие, которые предполагают предварительные подготовки ваших обучающихся для того, чтобы они могли найти решение по этому кейсу. Вот, например, я всегда рассказываю об этом, что при работе с магистрантами, со студентами, я использую на некоторых дисциплинах метод кейса, когда на 20-25 страницах и более я могу принести кейсы, выслать им на почту заранее, где-то за неделю и даже более, и дать задания по этому кейсу, разработать к нему вопросы и попросить их подготовиться к такому-то числу для того, чтобы можно было получить этот кейс уже непосредственно в классе при их участии. Один из важных элементов работы с кейсами, что опять же здесь роль преподавателя, она является только наблюдателем. Необходимо позволить студентам самим участвовать друг с другом в обсуждении этого кейса. В чем ведь важность и ценность кейса? Кейс – это просто ситуация или проблема, которая изложена в ней. Кейс не дает никакого анализа, никакой оценки ситуации. Как правило, кейс никогда не имеет единственного правильного какого-то решения. Все зависит от того, в каком направлении примет ход размышления, дискуссии в классе в этот момент. Как группы участников между собой могут продискутировать по ситуации в этом кейсе. Очень важно то, насколько правильно вы распределите тут же, например, если предусматривается, что вы будете в кейсе работать отдельными группами. Одни будут выступать, например, как представители компаний, другие как представители государственных органов, другие как представители юридических каких-то, законодательных органов. То очень важно перед каждой из этих групп заранее поставить правильные задачи, чтобы они приходили в класс для того, чтобы обсудить между собой этот кейс и работать наиболее продуктивно. Ну и говоря о том, что кейсы и их применение, вот как можно их использовать, какие форматы кейсов можно применять. Можно сейчас очень большой, обширный такой материал можно найти, вы знаете, в интернете, да? Но также вы можете использовать вырезки из газет, из журналов, каких-то статей интересных, которые действительно могут касаться вашей темы, которую вы изучаете. Это могут быть истории или ситуации, которые вы увидели по телевидению, вы услышали по радио. Это могут быть какие-то истории из далекого даже прошлого, но применимые к сегодняшней вашей теме. Неважно, это было 20-30 лет назад эта ситуация, но вы можете принести ее для обсуждения студентов, для того, чтобы они решили эту проблему. Неважно, что это старая какая-то ситуация, которая произошла там в компании General Motors еще там в 60-х или 70-х годах. То есть здесь важно, насколько правильно вы будете применять сам кейс. Есть такие методы, вернее, кейсы, которые вы можете найти, например, в той же Гарвардской школе или школе Кеннеди. Это не зависит от того, какой источник. Главное, чтобы вы оценили сам материал в кейсе, который вы предоставляете, и правильно распределили время, которое необходимо для того, чтобы было, так сказать, наиболее результативным работа над кейсом. То есть вы должны видеть, если это даже пятистраничный или десятистраничный кейс, возможно, вам необходимо его дать заранее вашим обучающимся, потому что ситуация, которая предоставлена в этом кейсе, требует более глубокого изучения, детального изучения вашими студентами. И если это большие кейсы, вы должны, конечно же, понимать, те же пять страниц, смотря каким там шрифтом и так далее, вы предоставляете этот материал. Бывает очень сложно просто понять и правильно переварить информацию, данную в кейсе для того, чтобы тут же в классе принять решение и отработать этот кейс. Поэтому очень тщательная подготовка от нас с вами, преподавателей, требуется к тому, чтобы применять вот даже кейсовый метод. Казалось бы, что кейс-метод – это наиболее легкий метод. Принес, раздал и заставил их там подумать, поразмышлять, поотвечать. Ну нет. Если это неправильный кейс, если вы поставили неправильные вопросы в вашем кейсе, если вы поставили неправильные задачи перед вашими обучающимися, неправильно разделили их там на группы, неправильно повели тот же, например, процесс решения кейса в вашем классе, это все негативно сказывается на результате обучения. Но очень ценный, опять же, при работе с кейсами для самих студентов тот аспект, что, опять же, для того, чтобы решить проблему кейса, который ставится в самой ситуации, студенты могут проделать невероятно такую большую работу, потому что бы найти решение этой проблемы. И вы удивитесь определенно тому, что некоторые студенты, которые, может быть, до определенного момента были очень пассивными учениками, в результате включенности в кейс, они проявили небывалую смекалку, усердие, и, покопавшись в материалах, наоборот, проявили активную позицию при обсуждении кейса. И вы знаете, что такие ситуации, когда происходят дискуссии, какие-то обсуждения и так далее, очень приятно видеть воодушевленность наших обучающихся, когда они видят, насколько правильно и хорошо они, например, решили этот кейс или помогли своей команде в какой-то идее, какими-то материалами и так далее, то вы можете видеть, насколько оптимистично настроен нам ученик. Иногда важно правильно сказанное слово и правильная, наверное, помощь, оказанная нашим ученикам. И когда мы вызываем в них бурю положительных эмоций, то это, как правило, положительно отражается на результате обучения. То есть мы говорим тут о желании учеников получать знания, получать знания, учиться чему-то новому, узнать что-то новое, покопаться в материалах и привлекать своих сокурсов к решению какой-то проблемы. Даже иногда бывают такие ситуации, когда очень пассивные студенты, извините, при решении кейсов, наоборот, проявляют такие лидерские качества, они сплочают группу, они могут призвать их к тому, чтобы они приняли активное участие, вся команда в обсуждении. Вы удивляетесь даже, насколько могут студенты раскрываться при решении кейсов в классе. Поэтому кейс-метод, я думаю, всеми вами применяется успешно, но как раз-таки на детали, о которых сейчас было сказано, необходимо существенное внимание уделить. Это неправильно, когда мы приносим кейс для обсуждения в классе и задали там вопрос, который нам показался правильным или наиболее подходящим для этого класса, но не подумали, насколько глубоко студенты могут проработать этот кейс благодаря вопросу, поставленному нами с вами для обсуждения. И здесь как раз-таки наша с вами креативность, внимание и, наверное, очень большое желание, прежде всего, преподавателя для того, чтобы, как сказать, повлиять на студентов положительно, оно влияет очень сильно на тот настрой, который вы дадите с помощью ваших заданий через кейс в классе. Вот, поэтому успешное применение этих кейсов, оно тоже не исключение. И я думаю, что даже большинство из вас, наверное, полностью или частично, это особенно сейчас применимо в частных вузах, где несколько правил более свободны, они могут кейсовые методы вообще в обучении повсеместно применять. Поэтому, наверное, нам с вами нужно сегодня тоже более глубоко подходить к изучению самих вот этих кейсов, как их применять, как их использовать, как делать обсуждение более публичным, более интересным кейсов, как сделать включённым каждого нашего ученика в классе к кейсу. И если говорить о кейсах, насколько они применимы в разных форматах классов, то как в малых классах можно применять эти кейсы, то и в больших классах одинаково эффективно можно использовать кейсы. Например, есть такие примеры, когда преподаватели в классах по 150, 200 и 300 человек, есть такие примеры из жизни преподавателей, когда они успешно используют кейсы даже в таких больших классах. Поэтому я желаю вам успехов в применении кейсов на ваших уроках с предварительной такой тщательной подготовкой. Как видите, всё время, когда мы рассказываем о любом формате обучения, о Сайдериме, о любом методе обучения, мы всё время возвращаемся к тому, что наша с вами подготовка, предподготовка к занятию имеет огромную роль. И это, кстати, сильно очень отражается на качестве обучения, на результатах обучения. Поэтому преподаватель — это действительно, так сказать, очень ответственная работа, где требуется не просто большое трудолюбие, это ещё любовь к своему делу, это, наверное, такая приверженность своему делу, это ещё и даже, наверное, ну будем говорить, как Татьяна Черняговская сказала, это может быть даже когда вы болеете идеей преподавания, это очень хорошо, потому что когда вы проживаете свой процесс преподавания, каждый свой урок проходит это через ваши эмоции, через сознание, то вы будете, наверное, более глубоко и более тщательно продумывать каждый свой урок. Всё, спасибо, я передаю слово Айвери. Спасибо, Армеш, за хорошее резюмирование методов кейсов. Хочу перейти сразу на следующий момент. Стратегия разрушительного обучения для современных обучающихся. По квалификации, так скажем, повышению квалификации, которые мы проходили в университете Миндилсекс и в британских университетах, то у них сейчас очень является модным вот как раз таки стратегия разрушительного обучения. В чём же заключается стратегия разрушительного обучения? Это именно разрушение, скажем, традиционного обучения, которое было. Разрушение является в том, чтобы поменять, так скажем, опять же роль, которая была, мы сегодня говорили уже о том, что должно быть личностно ориентированное обучение или контентно ориентированное обучение, но не преподаватели ориентированного обучения. Если брать, почему же не студенты даже ориентированное обучение, а личностное, если брать наших партнёров с Великобританией, то они всегда зацикливают вот этот момент, что это не студенты ориентированное обучение, потому что студенты в априори стоят ниже преподавателя. Это всё-таки личностно ориентированное обучение. То есть в этой стратегии очень большое значение даже уделяется языку тела. Что, допустим, те аудитории, которые у нас есть, зачастую у нас преподаватель садится отдельно, или если он читает лекцию, то он стоит, а студенты сидят. Когда студент сидит, и преподаватель стоя рассказывает материал, то есть он на него психологически давит с этим материалом, и он, соответственно, не очень хорошо его осваивает. По теории стратегии, вот именно разрешительного обучения, то есть преподаватель должен быть на одном уровне со студентами, и не должно быть такого, что преподаватель стоит, а студенты сидят. То есть они все должны быть на одном уровне. Очень большая часть также уделяется, скажем, моментам, как вы должны садиться. То есть желательно, чтобы все садились именно в форме круга. То есть это, правда, в британских университетах это располагает сами аудитории. То есть вы тоже должны стараться к этому идти. Также говорится о том, что вот именно то, что сказал Армяш, что все кейсы, которые применяются, то есть нет плохого ответа. То есть вы должны стремиться, чтобы студенты креативно мыслили, и нет такого, что если вот их ответы они дали, значит, это вот неверный ответ. То есть неверных ответов не существует. То есть тот ответ, возможно, мы еще не доросли до этого ответа, который дают ваши студенты. Поэтому нужно учиться у них. Также по стратегии разрушительного обучения, если брать, то его разрабатывает и исследует Саймон Бест. Это вот является директором института предпринимательства и повышение квалификации для преподавателей. И вот как его фамилия есть, такой же он Бест. И вот по его теории, то есть могу поделиться просто, да, вот как он заходит даже в аудиторию. То есть у него дисциплина предпринимательства, бизнес и так далее. То есть на одну из пар, в котором мы также были, он пришел с кирпичом. Кирпич такой был грязный, откуда-то он его принес. И он отдал этот кирпич студентам и сказал, вот если вы его мне хорошо продадите, вот именно один кирпич, и если, скажем, вы найдете, скажем, места, где я могу его использовать, то я его куплю у вас, попробуйте. То есть и там все студенты сидели и думали, как же продать этот кирпич, грубо говоря, своему профессору. Зачастую вот такие моменты, то есть с чем это ассоциируется, то есть они, опять же, большое внимание уделяют на память. Если вы зашли с кирпичом, с грязным, откуда-то вот нашли кирпич, этот принесли, кирпич — это необычное какое-то действие. Соответственно, студенты запомнят эту пару, то есть, во-первых. То есть если вы даже в памяти у себя как бы вспомните, в основном мы вспоминаем какие-то смешные моменты, какие-то те моменты, которые вызывают у нас эмоции. Потом вспоминаем того преподавателя, который нам эту дисциплину вел, и потом уже саму дисциплину или топик, который был в этот день. То есть поэтому желательно, когда используются какие-то даже интерактивные методы, то есть приносить какие-то необычные, скажем, предметы на урок, постоянно менять стратегию фидбэка, постоянно менять стратегию оцены, как они друг друга оценивают. Потому что студенты, если привыкают к одному интерактивному методу, то им уже на следующий раз это становится скучно. Поэтому чередование их тоже должно быть постоянным. И опять же, стратегия разрушительного обучения, вы мотивацию студентов ставите не сами оценки, а опять же поддержку вот этих знаний. То есть каждый раз делаете так, что приз будет вот что-то иное, нежели сама оценка. И вот к этому нужно стремиться. И вот следующая, одна из самых важных частей, надеюсь, вы все с нами, это цифровизация обучения. В связи с ковидом, мне кажется, все столкнулись с цифровизацией, какие платформы нужно использовать, какие можно дополнительно использовать. И вот если брать полностью, то есть они делятся на синхронные и асинхронные. Если брать синхронные, то есть это те, которые вы онлайн, то есть видите своих студентов и онлайн можете с ними общаться. То есть один из самых популярных, наверное, которые все сейчас используют, это Zoom. Cisco WebEx это то, что мы сейчас с вами используем. Skype. Skype тоже, если изначально Skype, то есть доступ к нему был на малое количество людей, то они вот в связи с ковидом тоже сделали на большее количество людей. Работа в Zoom, Cisco WebEx и Skype, она очень схожа и, наверное, объяснения не стоит. Есть также Google Hangouts, возможно, вот многие с ним не знакомы. Google Hangouts работает точно так же, как в Zoom, но Google Hangouts может работать так же, как асинхронно. То есть это вот у него есть еще и платформа, где вы можете обмениваться материалами, то есть есть чат, который чат тоже сохраняется. Можете делать заметки. Единственное, скажем, минус Google Hangouts, это в том, что количество, так скажем, людей, которые могут пользоваться, им малое, нежели, так скажем, Zoom, WebEx и так далее, Skype. То есть там определенное только количество может пользоваться. Асинхронно это вот все университеты используют Moodle. И вот здесь хочу сделать небольшое такое, скажем, да, дополнение. Moodle используют вот в те вузах, которых я, допустим, преподавала в зарубежных, да, они, конечно, используют его. Но Е-курс сам по себе из системы Moodle, то есть они его считают не таким интересным, то есть большинство преподавателей. То есть там выкладывается материал, основные какие-то критерии оценок, и где они должны загружать теперь домашнее задание. Но Moodle по части, так скажем, вовлечения студентов, они в основном его не используют, потому что Moodle не имеет, так скажем, вот этой, опять же, визуализации, да. В части визуализации вот хорошие платформы, асинхронно, да, но это не постоянно, то есть онлайн, это вот именно Google Classroom, Socrative Slito. Socrative Slito очень похож на Google Classroom. Google Classroom я сейчас вам покажу, примеры использования, да. Есть также Microsoft Teams и Google Meetings. Если брать Moodle, Google Classroom, Socrative и Slito, кстати, Socrative и Slito тоже стали сейчас бесплатными, да, то если брать вот эти два, Microsoft Teams и Google Meetings, опять же, там определенное количество только людей могут присоединиться. Единственным минусом считается вот это. То есть для большого потока ваших студентов вы не сможете его использовать. Сейчас, конечно же, в связи с ковидом их сделали бесплатными, да, и разрабатывают так, чтобы большее количество людей присоединилось. Но есть, так скажем, вот этот момент. Если слишком много людей присоединилось, то он может, так скажем, пауторить. Поэтому есть вот такие минусы. Если же брать теперь, вот, чтобы я хотела более подробно показать, да, мы проходили, кстати, повышение квалификации, вот здесь скажу, да, мы проходили квалификацию еще и в Аберто де Каталунио, в проекте Каталунио является полностью онлайн-университетом, то есть дистанционным университетом. И вот когда мы посещали сам этот дистанционный университет, у них были учебные классы, прям аудитории, как во всех других университетах. И первый вопрос, который мы задались, для чего вам нужны аудитории, если вы являетесь дистанционным? Вот как раз-таки они тогда объясняли важность blended learning, это вот именно смешанное обучение. Даже в этом дистанционном университете обязательным является вот эта часть очного, то есть через какие-то кварталы, промежутки времени студенты обязательно должны все-таки приходить в университет. Если это даже международные студенты, для международных студентов они делают, конечно, какие-то графики, да, по которым они должны прилететь в Барселону, прийти на занятия научные, да, и потом могут, так скажем, обратно переходить на вот эту онлайн-часть. То есть для них вот они всегда отмечали, вот административная часть, что всегда нужно иметь и часть очную, даже если это дистанционный университет. Про Panopto. Panopto сейчас, опять же, в связи с COVID-19, он стал бесплатным, и он очень хорош в использовании вот именно сейчас. И если брать, кстати, синхронный и асинхронный, вы оба должны использовать. То есть мы в основном используем Google Classroom, но несмотря на то, что мы используем Google Classroom, мы используем и Zoom, и Cisco WebEx, и все возможности Moodle, то есть это если брать наш факультет. То есть вы не должны использовать только асинхронный, допустим, один из вариантов, и всё на этом. Вы обязательно должны вовлекать своих студентов. Ваши студенты вас хоть онлайн вот так должны видеть, обязательно онлайн-встречи с ними должны делать. То есть если вы этого не сделали, то, соответственно, вот я видела, мы одну неделю, допустим, если не встретимся, то, соответственно, Google Classroom у меня сразу вовлечённых студентов падало. Поэтому обязательно вот эта встреча должна быть. И вот про Panopto. Panopto, опять же, объяснение, к сожалению, будет на английском языке. Я постараюсь озвучить и объяснить на русском. Panopto является и синхронным, и асинхронным, то есть он имеет платформу. На платформе вы можете загрузить очень большое количество материала и параллельно, так скажем, комментировать их. Если брать саму платформу, то, опять же, по темам и топикам, то есть она может быть разделена. И вот ваша даже сохранённая информация, она будет со всеми остальными. То есть если даже есть какие-то лекции не ваши, именно других преподавателей, то они тоже могут их посмотреть. Самое лучшее – это то, что вы можете как раз-таки онлайн рассказывать. У вас тут идёт презентация. И во время пары, так скажем, онлайн, вы можете включать тесты, то есть интерактивы. Все интерактивы, которые мы говорили, то есть разные вариации, параллельно вы можете их включать. Если в Zoom, допустим, в Cisco WebEx это будет сложно, то здесь очень легко его использование. Вот вы, допустим, видите, да? И вот вы увидите, какое количество студентов правильно ответили или неправильно ответили, вы можете даже это посмотреть. Вы можете дополнительно заходить на платформу, соответственно, вашей дисциплины, дополнительные материалы, любые материалы. То есть он поддерживает все, и вот этим очень хорош фанопты. Фанопты также хорош тем, что вы можете редактировать теперь слайды и видео. То есть вы вот эту запись того, что вы сделали, вы можете оставить. То есть для тех студентов, которые, возможно, не смогли подключиться в это время. То есть вы можете полностью отредактировать видео, насколько оно, скажем, параллельно идет с вашей презентацией. Можете редактировать презентацию для следующего раза. То есть вот эту запись и вот то, что вы сделаете, вот эту запись вы можете редактировать. Это самый большой, наверное, плюс фанопта. А здесь вот как раз должны быть показаны моменты. А вот как раз-таки моменты того, как вы можете это редактировать, делать монтаж своего видео, презентации, для того, чтобы потом его загрузить на платформу. И ваши студенты, соответственно, заходят и могут это посмотреть. Если брать вот тот университет, о котором мы говорили, да, Аберто де Каталуния, я, наверное, видео быстро пролистаю, потому что еще есть. Если брать университет Аберто де Каталуния, вот как раз-таки у них были специальные даже аудитории, где преподаватели могут снять свою дисциплину. В случае же у нас, мне кажется, у нас, конечно, до этого, скажем, специальной аудитории нет в университетах, но мы даже сейчас дома можем это отснять, подготовить, то есть на даже вот этой платформе Panopto, да, и загрузить для своих студентов. Panopto, опять же, в связи с ковидом, он сейчас бесплатный, то есть вы можете его использовать. И вот теперь, как выглядит Google Classroom. Мы, вот весь наш факультет, крыгоско-европейский факультет, мы перешли на Google Classroom. Если брать Google Classroom, он очень лёгко использован, это вот показывает всем преподавателям, возможно, его не использовать, но многие, мне кажется, ну, как бы ознакомлены с ней. Это вот моя дисциплина, кстати. Есть часть ленты, есть часть задания пользователей, да, то есть всех студентов, и часть оценок вы можете проследить. В части ленты, то есть вы всё, что выкладываете, вы можете проследить, поменять местами и так далее. То есть всё, что вы делаете, там будет видно. Если брать теперь материал, опять же, материал должен быть, до этого мы говорили, да, всё, что вы... То есть если раньше я высылала по почте, то в случае дистанции, то что мы перешли на связи с ковидом, да, то есть я все материалы загружала на Google Classroom. Google Classroom загружала материалы. У меня дисциплина, кстати, на английском языке, да, и если вы здесь видите презентацию, одна часть, она на русском. То есть в этом году у меня не все 100%, да, 100%, не все говорят на английском языке студенты, к сожалению. И поэтому часть, так скажем, да, вот всего материала я ещё даю и на русском языке. Помимо презентации, вот вы видите, ещё и закреплены видео. Видео все, если вы заметите, они вот максимум одно видео 6 минут. То есть они все должны быть короткими. И вот здесь, опять же, я прописываю, так скажем, да, студентам, какой день, в какое время мы с ним встречаемся онлайн в Zoom. То есть мы в Zoom делали кейсы, разбирали в Zoom, а часть заданий они делали вот как раз-таки на Google Classroom. По заданиям, если тот, кто не знаком, то есть вы название своего топика пишите, инструкции, на что они должны обратить внимание, что они должны сделать в этом задании, да, пишите для кого, для всех учащихся, баллы, насколько вы прописываете у нас, допустим, это 20 баллов, да, сроки сдачи, то есть день, да, тему и вот критерии оценки. По каким критериям вы будете оценивать? Google Classroom, то есть очень лёгок в использовании. А Socrative и Slido, они похожи на Google Classroom. Если вы зайдёте на сайте Socrative и Slido, то есть они там тоже прописаны, есть в YouTube объяснение, как их можно использовать, поэтому можете использовать все. И теперь социальные сети. Социальные сети, использование социальных сетей, то есть это вот был даже для меня опыт. Конечно, я мессенджеры использую, да, для поддержания. То есть помните, мы говорим, что вот интерактивная часть в перевёрнутом классе, вы в Inverted Classroom высылаете материалы. И мы говорили о том, что нужно заранее, за две недели, за неделю вот этот материал выслать. Но как же вот поддержать теперь вот эту часть, что они точно заходят и читают этот материал, то есть через мессенджеры можете. Тот же самый WhatsApp или любой другой мессенджер, который вы используете. Если раньше я, допустим, не приветствовала, да, использование всех социальных сетей, то наш партнёр британский, то у них даже повышение квалификации для преподавателей целый месяц преподавателей учатся пользоваться социальными сетями для студентов. То есть у них этому обучают преподавателей. У них также есть курс Social Media Interaction, он называется, это для студентов. Он идёт целый год. Целый год студенты изучают социальные сети. Как продвинуть себя, как вот разместить материал и так далее, и так далее. То есть они вот это целый год изучают. Для преподавателей же там идёт целый курс, то есть рассчитанный на месяц по социальным сетям. То есть вот именно в курсе для преподавателей вкратце расскажу, да. В основном, допустим, как использовать Facebook. Каждая группа создаёт по топику, по дисциплине, которая есть, специальный аккаунт. И они в качестве постов фотографии расписывают на каждую тему. Каждая группа делает в этом, вот именно в Facebook. Допустим, вы под своей дисциплиной и поток прописываете, открываете аккаунт, и они там, каждая группа, как пост, да, выставляют, что они поняли из этой темы, какую фотографию они там прикрепляют и так далее. То есть из своей работы. Также они используют Инстаграм. То есть Инстаграм чаще используют, правда, в целях вот именно предпринимательства и так далее. То есть они уже открывают реальный аккаунт и там рекламируют свои услуги и так далее по бизнес-плану. Чаще всего, вот, используют ещё Twitter. Twitter, то есть чем хорош, то есть в Twitter всего 280 символов, да, раньше было вообще 140 символов. То есть вкратце резюмирование, вот, заключение. Если вы не успели на заключение, как раз таки часть, да, у вас мало времени, то вы их просите. Вот в Twitter вы создали аккаунт и они там под своими этими могут там разместить. Что они поняли с сегодняшней тематики? 280 символов, это очень тяжело. Но они все там прописывают. И вы можете, вот нам прям показывал один преподаватель, как он отслеживает их заключение в Twitter. То есть он в телефоне просмотрел, а вот это хорошее заключение сделал, а этот не очень хорошее. Значит, в следующий раз вот этому будет облегчение. И вот они вот это всё разъясняют. И вот LinkedIn, LinkedIn они используют уже в качестве как резюме, да, и в LinkedIn они выставляют каждый студент по вот именно резюме, что он сделает и так далее. А преподаватель должен это утвердить. То есть это тоже одна из важных частей. И мы к заключению переходим, да. Кстати, хотела бы оговорку сделать, да. В самих, опять же, тренингах, когда мы face-to-face это проводим, вы должны через себя все эти методы пропустить. То есть сейчас, конечно, когда вы слушаете, они кажутся очень лёгкими, но когда вы находитесь сами как студенты, да, вот мы всё это тоже, конечно, проходили в тренингах, когда вы сами рисуете, когда вы делите вот на группы, как с группой работать, вы вот этот процесс сами видите, ощущаете, это, конечно, намного лучше. И вы тогда уже знаете, как их применять лучше намного. Наши ключевые вопросы. Армия, к вам слово. Да, ну, на сегодняшний день мы подведём некоторые итоги по двухдневному вебинару в целом, но сегодняшний день, вот как видите, мы просто повторить хотим ключевые вопросы, по которым мы прошли. Вы получили информацию по тому, как можно применять смешанное обучение в сегодняшнем нашем преподавании. Насколько важно сегодня применение этих форматов, таких как перевёрнутый класс, классический формат обучения и также дистанционные формы обучения, которые на сегодняшний день, наверное, являются наиболее привилегированными и очень важными для всех нас. Методы, которые преподаются вами в классах, то есть это мезо, макро и микро методы. Я надеюсь, что все вы получили огромное удовольствие, услышав более подробный такой рассказ вот от Айгерима и от меня, какие же это методы, как они работают, и даже детально Айгерим постаралась рассказать о некоторых из них. И, конечно же, цифровизация в помощь к эффективному преподаванию. Сегодня цифровые технологии — это огромная помощь нам с вами, преподавателям, для того, чтобы качественно подготовиться к уроку не только нам самим, но также подготовить наших учеников. И я считаю, что сегодняшние возможности цифровых технологий расширяют перед нами горизонт и преподавания намного, чем это было, например, 10 лет назад, даже 5 лет назад. Потому что сегодня, благодаря развитию IT-технологии, создаются множество удобных для использования, для применения платформ для обучения, которые вы можете применить для себя, для своего класса и так далее. Это способствует ускорению обучающего процесса, это способствует, наверное, еще привлечению студентов в процесс обучения заранее, когда ваши возможности платформы способствуют тому, что вы заранее закладываете через платформу ваши задания, ваши материалы. Студенты могут изучить лекционные материалы и приходить на лекцию не для того, чтобы выслушать теорию, а для того, чтобы отработать какую-то ситуацию, уже сложившуюся к теме, что будет существенно и положительно влиять на результат обучения. Но в целом я хочу сказать, что двухдневный вебинар о дидактике как ТЛЭ, который мы постарались дать, о цифровых технологиях, о методах обучения, которые мы с Айгеримом два дня делились с вами, мы хотим, чтобы вы правильно поняли нас. Это не навязывание вот этой методики, это как рекомендация, когда вы можете дополнительно эти знания, эти возможности применять в двух классах. Это раз. Второе, мы хотели бы, чтобы, наверное, вы посмотрели на свое обучение с другого ракурса уже, немножко посмотрели, как можно изменить, как можно улучшить, как можно совершенствовать. Ведь наша с вами работа такова, что ее улучшать и улучшать можно постоянно в течение всего нашего, так сказать, жизненного цикла преподавания. Поэтому это никогда не бывает лишним, любое обучение. Но и как результат, на что нацелены наши вебинары, это повышение качества обучения. Для того, чтобы вообще каждый преподаватель, обучаясь каким-то новым методом, это делается для того, чтобы было рефрекрессивное и качественное обучение у преподавателя. Это для того, чтобы мы получили с вами результат обучения от студентов наших. Это не только получение знаний нашими студентами, это также и развитие их навыков. Наверное, для нас, для преподавателей вузов и колледжей, большая задача не столько передача знаний, потому что вот знание, это фундамент закладывается еще в школе, основной базовой. А мы уже с вами идем больше, чем передача просто знаний. Мы должны работать над тем, чтобы развивать их навыки, как специалистов будущих, как людей, которые получили какие-то навыки в стенах университета и могут их успешно применять уже во взрослой жизни, когда они работают в компаниях и так далее. Вот от этого, от качества обучения, от навыков, от результатов зависит успешность наших с вами выпускников, их востребованность на рынке труда. Поэтому наша с вами задача как раз-таки готовить успешных, эффективных выпускников на рынок труда. Я благодарю всех за участие в нашем вебинаре. Сейчас наши ассистенты подключат опрос. Я прошу буквально минуту уделить и обязательно ответить на опрос. Кто торопится и не успевает, не переживайте, потому что наши ассистенты вышлют вам его еще на e-mail дополнительно. Вот. Я благодарю вас за участие в двухдневном мероприятии, за ваше время, за ваше терпение, за то, что вы выслушали нас. Надеемся, что вы будете использовать эти методы, применять их. И, конечно же, мы хотели бы от вас какие-то получить, наверное, ваши какие-то комментарии, вопросы. Если есть, мы с удовольствием ответим на них. Мы всегда будем рады быть с вами на связи. Ерема, можно наш следующий слайд, где наши контакты указаны? Да. Я хотела еще сказать о том, что есть у нас веб-сайт, вот есть здесь адрес, веб-сайт teotalands.com. Вы можете зайти туда, в записи вебинаров, в записи других сессий на английском языке, которые ведут наши партнеры. Есть там онлайн-курсы, которые разработаны, отгружены туда. В общем, очень много материалов, которые вы можете посмотреть, но в направлении предпринимательства и сегодняшние курсы вы можете увидеть на этом сайте. Вы можете писать нам напрямую на e-mail, если у вас есть какие-либо вопросы, на два e-mail, которые там указаны. И direct e-mail, то есть «Айгерим» и «Мой e-mail», куда вы можете тоже обращаться. И говоря о наших планах на будущее, вот вчера мы говорили о том, что мы планируем еще разработать и подготовить для вас вебинар по дистанционному формату обучения. Мы это, конечно, сделаем. И вы обязательно получите, все, кто подключался к нашему вебинару, рассылку на ваш e-mail, либо, я не знаю, на любой другой контакт, который у нас есть. Почему? Потому что, если вы видели, когда вы оформляли регистрационную форму, мы у вас спрашивали, можно ли использовать ваши данные и так далее. Это не только для Бритовского совета, и также мы используем ваши данные для того, чтобы делать эту рассылку от нашего проекта. Вот. Пожалуйста, отвечайте на опрос. Мы все так же готовы ответить на ваши вопросы с Айгерим. Айгерим, пару слов можете добавить, если хотите, пока отвечать на вопросы. Вы можете также проследить в каких-то мероприятиях, которые мы проводим на Фейсбуке. Мы обе с Армияш на Фейсбуке есть. На Фейсбуке все мероприятия, которые мы собираемся провести отдельно, допустим, или вместе, вот как раз таки мы сейчас хорошо работаем, все будет публиковаться на Фейсбуке, поэтому можете и там проследить. Это вот для легкости использования. Как мы говорили, в социальной сети нужно использовать. Поэтому можете всегда, скажем, заходить в тренинги, которые мы проводим. То есть это вот проводится и в Нур-Султане, и у нас. Это вот когда вживую, то есть о них тоже мы публикуем в Фейсбуке, когда они будут проходить и так далее. Если у вас есть вопрос, опять же говорю, что мы постарались в самое сокращенное время вам рассказать самые важные детали из двух, скажем, проектов, которых есть сейчас. Да, спасибо, Айгерим. Еще, пока вы все еще в эфире, я хотела бы вот спасибо сказать Айгерим за то, что она поддержала идею организовать такой международный вебинар и за то, что мы смогли привлечь к нашему вебинару наших коллег из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Это для нас значимо такое событие, потому что с Айгерим мы знаем друг друга уже более пяти лет и работаем уже в другом международном, во втором международном проекте. Это опыты, навыки и знания, которые мы получили от этих проектов, мы можем передать нашим коллегам из не только своей собственной страны, а также из соседних государств. Поэтому спасибо за сотрудничество, Айгерим. Мы проводили серию вебинаров, семинаров в прошлом году в Бишкеке с моими партнерами. Вот мы ездили в Бишкек в том числе, также были в Узбекистане, были в Азербайджане. Это очень хорошо, когда есть международная коллаборация. Кроме того, благодарю сегодня также наших двух ассистентов. Это Алия и Ильяс, которые занимаются поддержкой платформы, которые занимаются рассылкой на вам, на e-mail, все информации. Это очень большая работа, это очень большой труд. Поэтому огромное спасибо нашим ассистентам Алия и Ильяс. Вам спасибо. И, конечно же, огромное спасибо вам, наши коллеги, которые присоединились, которые проявили интерес к нашему вебинару. Мы с удовольствием услышим не только ваши вопросы, но и какие-то комментарии, какие-то пожелания. Если вы хотели бы услышать какие-то вебинары или какие-то сессии на определенные темы, вы можете нам на e-mail также отписывать, потому что для нас ваши вопросы очень важны. Мы будем тогда уже подготавливать какие-то вебинары по вашему вопросу. Спасибо. Очень было интересно, нам понравилось. почаще на таких вебинарах много размышлений, сразу какие-то креативные мысли сами по себе появляются. Поэтому мы довольны, что мы зря время не потерялись. Спасибо вам большое. Ну, рады. Рады поделиться своими знаниями. Спасибо. Знаете, мне было очень важно, мы, конечно, курсы проходили, это Бразийский национальный университет, профессор, но дело в том, что было очень интересно про методы, потому что всё-таки, знаете, как бы платформы нам очень много рассказывали, но вот о методах говорилось очень мало, и мне было очень приятно, что я сегодня услышала конкретно о методах, и плюсы, и минусы, и как использовать, то есть методика использования этих методов, и самое главное, где их использовать и когда, то есть какие. Потом очень было интересно, вот первое вчера, вы давали всё по структуре, как вот первое, да, то есть там вступление, да, потом основная часть задания, заключения, да, вот это было, то есть вот это, она была полностью, ваша лекция, ваше, вы говорите, занятие, оно было полностью, ваш вебинар был полностью продуман по одной структуре, то есть всё было быстро схватывало. Спасибо вам. Спасибо. И не такой, такой небольшой комментарий, обратно возвращаясь, если вы обратили внимание, как выстроен наш вебинар два дня, то мы его делали тоже, применяя нашу вот эту структуру, дидактику, дидактическую структуру как тлея, когда мы использовали разные методы для того, чтобы помочь вам запомнить материал, фокусировать ваше внимание на каких-то деталях, мы возвращались к ключевым вопросам, мы с Айгирим очень долго сидели онлайн, обсуждали, какие же вопросы вытащить, материал очень огромный, это огромные учебники, которые мы разработали в проекте коллективно, с нашими коллегами из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, и это огромный труд был, за три года мы выпустили несколько разных учебников, мы подготавливаем и проводим курсы как повышение квалификации не только для преподавателей, у нас еще есть курс, как быть хорошим тренером, когда мы подготавливаем уже преподавателей на следующий уровень, и эти курсы, после этих курсов преподаватели, наверное, могут более уверенно идти и стать тренерами уже, то есть по своей специальности, если вы физик, вы можете организовать какие-то курсы, которые сегодня востребованы, интересны по вашему направлению, если вы юрист, вы можете организовать те же тренинги, в чем вы специалист больше, в юридических вопросах, если вы дизайнер, вы тоже можете организовать эти тренинги, то здесь методика подготовки и проведения самих тренингов, то есть быть тренером, каково это? Выбрать из огромного количества материалов именно тот нужный материал, это нужно такое большое искусство, и ваш вебинар прошел очень успешно на высоком уровне, потому что в интернете правильно сказали, что много материала можно найти, но выбрать то, что тебе именно надо, знаете, из такого огромного количества информации было бы сложно, и вы дали то, то, что необходимо конкретно, и за это вам большое спасибо. Я лично хотела бы тоже быть тренером. Как это у вас научиться? Пожалуйста, на почту. Я бы тоже хотела бы это... Спасибо. Добрый день. Извините. Можно? Да-да, обязательно. Я хотела бы спросить, спросить, я, например, вот по ссылке пошла, то есть мне передали коллеги, вот, теперь ваш сертификат мы можем получить через... то, что мы регистрируем. Но я не регистрировалась. Если вы не... Так, я услышала вас. Если вы не регистрировались, но зашли сегодня на наш вебинар, пожалуйста, в чате быстренько сейчас отпишите ваша фамилия, имя на английском и ваш e-mail адрес, корректный e-mail адрес. Потому что, если вы допускаете в e-mail адресе ошибку, да, мы вас не найдем. Я написала уже, два дня уже написала. Ссылочка на двухдневный вебинар с YouTube-канала будет вам всем выслана в одном едином письме. Ссылка на файл с сертификатом будет выслана в этом же письме. Кто не прошел опрос, вы просто получите повторную ссылочку. Если вы не прошли, пожалуйста, опрос пройдите, это нам очень здорово поможет. Вот. И, в общем-то, и структура нашего вебинара мы старались с Айгеринда выборку сделать. Мы очень много материала убрали, где подетально все это разбирается, потому что, когда мы работаем фейс-ту-фейс, проводим вот эти курсы повышения квалификации оффлайн, это очень интересная работа для всех преподавателей. Они корпеют, они выполняют задания, они учатся, мы учим их рисовать, и они им удаются точно так же, как и мы когда-то проходили с Айгерином обучения, и мы удивлялись, оказывается, как можно просто изобразить ситуацию на простом флипчарте. Я, например, никогда не умела рисовать, но благодаря технике, которую нам передали европейцы, мы научились очень легко рисовать какие-то ситуации, даже какие-то эмоциональные, психологические составляющие на простых картинках. Это очень здорово, это очень хорошие такие методики, которые нам сегодня помогают в обучении студентов. Вот. Ну, и, конечно же, наши эмбинары, когда заканчиваются, когда мы их проводим фейс-ту-фейс, сейчас секунду, я заканчиваю, то в конце мы обязательно как рефлексию получаем результат, знаете, какой, мы даем задание подготовить 30-минутный урок каждому участнику нашего курса, и мы видим, насколько был освоен материал, какие ошибки преподаватель допускает в процессе проведения своих 30-минутных занятий. Это не критика, а когда коллектив весь, который пришел на курс, там сколько, 15, 20, 30 человек может дать фидбэк, что человек может, что преподаватель может улучшить, чего ему не достает для того, чтобы было более эффективным обучением. Это может быть тайм-менеджмент, это может быть недостаточное эмоциональное составляющее у преподавателя, которое должен передавать знания, это может быть неправильно выстроенная структура, может быть, какой-то влог из структуры был больше, чем обычно. Это полезные комментарии от коллег, которые помогают человеку совершенствовать себя, как преподаватель. Вопросы есть? Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Как приобрести ваши учебники? Учебники, к сожалению, мы не продаем, потому что у нас мы их, во-первых, мы их собирали, сделали это раз, второе, мы сделали ограниченное количество материала и учебников, которые ушли только в точечные университеты, которые являлись партнерами проекта. Мы перевели их на три языка английский, русский и казахский, это в Узбекистане на узбекский, в Кыргызстане на кыргызский, и они находятся только в университетах, лично в евразийском национальном эти учебники находятся частично в этом библиотеке, частично в центре КАКТЛЭ. К сожалению, презентации мы поделиться не можем, вчера мы об этом тоже говорили, потому что это, вы понимаете, что это очень вопрос такой чувствительный, это вопрос этики, когда коллектив авторов работал над материалом, мы, конечно, в сегодняшний вебинар добавили еще свои слайды, но тем не менее там присутствуют материалы, которые делали наши коллеги вместе с нами, и мы бы не хотели просто нарушать их права, поэтому мы не можем презентации выслать, но вебинар вы получите, ссылочку. Ну, спасибо огромное, я думаю, пора прощаться, до следующих встреч, дополнительную информацию по новым мероприятиям, по новым курсам, по вебинарам, будут ли это, семинары какие-то, это будут курсы повышения квалификации, вы будете обязательно получать, потому что теперь есть в нашей базе на рассылочку. Вот, вы можете новости узнавать на наших фейсбук-страницах Крео Таланс, вы можете увидеть на веб-сайте kreotalans.com, вы можете видеть нас в Инстаграме kreotalans также, вот, поэтому отслеживайте наши мероприятия, но кроме этого мы будем также высылать вам. Было с огромным удовольствием поработать сегодня с вами, конечно, очень сложно работать, когда ты смотришь просто вот в камеру и не видишь ни лиц, ни глаз, ни эмоций, ни какой-то вот такого вот составляющего, которая есть, когда работаешь в классе с преподавателями, но тем не менее мы постарались сделать самое лучшее с Эйгерит. Да, Виктория? Да, вам тоже спасибо, команда Яну, и я вам огромное спасибо за организацию, что поддерживали нас, вам огромное спасибо за инициативу вообще провести эти мероприятия. Хочу сказать, что со стороны нашей, то есть у нас есть в Фейсбуке также Крыско-Европейский факультет, в Инстаграме kreotalans.com, то есть мы все мероприятия, которые проводим или тренинги тоже публикуем там, или вот на личных страничках тоже, вот в Фейсбуке можете меня написать, потому что там публикуем постоянно, то есть все новости о предстоящих тренингах и так далее. Или в личную, то есть на почту можете написать. Вам большое спасибо, что участвовали, проявили интерес к нашим вебинарам. О предстоящих вебинарах надеюсь, мы еще поработаем, да, с Армяш, подумаем, и тогда вам дадим с нами. Вам спасибо. Обязательно. Спасибо. Ну, я думаю, вопросов сейчас уже нет. Можем выйти? Да, спасибо, большое. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Bye-bye. Спасибо большое. Bye-bye. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Было очень интересно. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Bye-bye.